Книга «Открытым оком», 20-й том, вопрос 3396, тема «Литература». В Краевой библиотеке есть книги отца Александра Меня, а в церковной лавке их ни разу не видела. Почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Усмотрели в его трудах нечто вредное. К нему очень настороженное отношение. Я беседовал с ним, и эту беседу протранслировали. Когда я вел радиопередачи. Потом, после пожара в моей квартире на Никитина, 147-1, пленка исчезла. Недавно сломался у меня компьютер, и пока он был в ремонте, пришлось напроситься к сестре Галине Кубайкиной. Там и увидел у нее на рабочем столе компьютера две папки с нашей беседой с отцом Александром. Оказывается, с магнитофонных катушек кто-то снял на кассеты и уже перевели в цифровые данные. Меня попросили опубликовать нашу беседу. Сестра Галина перепечатала, и теперь даю ее почти полностью. То есть то, что сохранилось. У беседы нет начала и нет окончания. 2 октября 1982 года. Новая деревня. Отец Александр Минь. Двоеточие. Не все говорящие «Господи, Господи» являются настоящими членами церкви. Нам важнее сейчас именно как-то отстоять истинную веру от всяких злоупотреблений. А злоупотреблений всяких много. Вот то, что вы как-то свидетельствуете, проповедуете, это уже и есть сила истинной веры. Потому что очень многие у нас говорят, зачем проповедовать, ходи, молись, делай свое дело и все. Рассуждают так язычники. Нет у них духа Евангелия. Они даже не знают, что такое Евангелие. Им ходить, ставить свечки, послушать пение. Так приятно все. И все, на родительское. Кутью сварить, и все в порядке. Но это не то, что Господь нам принес. И Господь воплотился не для того, чтобы кутью варили. Это испокон века было еще у язычников. Этим никого не удивишь. Игнатий Лапкин. Двоеточие. Мне с детских лет мать дала понять, что Бог наказывает. И Бог для меня был только как Бог-судья. Иного я не видел. Некоторые говорят, я верую, хожу, ставлю свечки. И он надеется еще на какое-то царство. Это настолько обманчивое чувство. И мне кажется так, по моему понятию, что этот человек никогда, видимо, в душу не хотел допустить ничего светлого. Мне же понятно было, что я умираю и иду в ад, в огонь. Знал, допустим, как мать говорила, что нельзя иметь с женщинами дело, нельзя воровать, материться. От этих грехов Бог сохранил. А что я не знал, я в этом и пропадал. И я знал, что когда я умру, мне уготована вечная погибель и ад. И вот в минуты, когда никого нигде не было, всегда уединялся и молился. Встать ночью, пока все спят, тайно куда-то скрыться и молиться. Так было, когда учился в техникуме. А я строительный окончил. Когда едешь где-то ночью, так хотелось взяться за голову, бежать, спотыкаться и кричать. Зачем я родился? Я родился для огня. И это я точно знал. И нельзя было в ином убедить. А уже в армии, когда Господь коснулся, и после армии, когда в руки попала Евангелие, среди верующих был. Вот здесь я уже склонился сам на колени и предпочел страдать с народом Божиим. Здесь я понял, что есть надежда спастись. И точная надежда, что мои грехи взял Он, Христос. Но почему мне никто раньше не сказал? Сколько я упустил возможностей, когда учился, в армии был, во флоте. Александр Мень, двоеточие. Потому что они считали себя христианами, а на самом деле были язычниками. Это у нас огромное большинство людей так живет. Живут в страхе перед наказанием, в системе всяких обрядов без конца и на это только полагаются. И часто бывают такие случаи. Приходит ко мне женщина, заливается слезами, что я грешна. Я думаю, что же такое она сделала? Она молочка попила не в тот день, в среду. А то, что она всю свою квартиру поедом ест, что ей ничто. Это ей ничто. Она это не знает, что для нее это грех. Иными словами, язычество. Старая вещь. Оно существует тысячи и тысячи лет. Оно в крови у людей сидит. У всех нас. И чтобы евангельское осознание у нас ожило, для этого нужны усилия. Для этого нужна работа, проповедь, борьба. Так сразу это не получится. И за это все гонения, закрытие церквей, упадок веры. Все, что есть. Я не верю, когда обвиняют безбожников. Без воли Божьей ничего не бывает. Читайте Писание. Там приходили на израильтяна-ассирийцы, всякие, египтяне, халдеи. Они же приходили по попущению Божию за наказанием. Игнатий. За грех. Александр. Не то, что за наказанием, а Бог хотел показать людям, что они стоят, если они отходят от заповедей. Если нам попущено было это все терпеть, то не потому, что мы хорошенькие, а пришли плохие безбожники. Так же хорошо считать. Вот они пришли и все. Если бы мы были хорошие, ничего бы они не смогли. Игнатий. Истина. И аминь. Александр. Да, да, значит, что-то было в нас. Значит, начинаться все должно с покаяния, что наша установка была не совсем верной. Многие говорят, как хорошо было раньше. А я отвечаю всегда, если было так хорошо, почему же так получилось теперь? Если хорошее дерево, почему же от него яблоки такие плохие? Вот какая штука здесь. Ну и, конечно, есть разные обстоятельства. Когда человек умирает, он выражает свою волю. Это самая задушевная его воля. Если кто не выполнит завета матери и отца, это же последний человек. Что завещал нам Господь перед своей смертью? Сказал. Да все едины будут, как он со своим отцом. Значит, его задушевные мысли. Да, будет едино стадо и один пастырь. И пока верующие разделяются, не будет им успеха. Вот какая вещь. Это просто. Мы просто нарушили слово Божие. Не только в этом. Много у нас нарушений. Игнатий. Вот вы сказали о единстве. Я в прошлом году имел полтора дня свободных, когда был в Москве, в которые мог бы с вами встретиться. Но так как я услышал о Лидии, хозяйке, Александра Борисова, много добрых слов в ваш адрес, пожелал встретиться. Я в жизни очень много потерял, в смысле в друзьях. Были разочарования, когда люди отступали не от меня, а от Бога. Когда на компромиссы не идешь. Может, потому люди называют максималистом, а я говорю, что устал жить греховной жизнью и хочется быть с Господом. И никак попало спасаться. Златоуст говорит, это уже точно губить себя. И вот, когда рассказали о вас, я решил это сладостное чувство общения заочное продлить еще на год. Я говорю, боюсь, встречусь и сразу же потеряю, потому что не могу идти ни на какие компромиссы. Когда человек не по совести и не открыто что-то делает, пусть он как угодно может заблуждаться, но чтобы он стремился поступать по слову Божию, не по вымыслам человеческим. Лидия говорит, Нет, вы должны понять друг друга, будете друзьями. Я говорю, очень боюсь. Тем более, если я уже полюбил заранее человека, мне хочется чувствовать его как бы нужным мне. А может быть, я когда-нибудь сгожусь в чем-нибудь ему. Александр. Конечно, мы все друг другу нужны и Богу нужны. Богу нужны. Хотя он всемогущ, но он хочет, чтобы мы трудились, были его руками, его очами. Игнатий. Но пока еще близко, отец Александр, мы не познакомились, я такие простые вопросы задам вам. Обо мне уже немножко знаете, как я к Богу пришел. Хотел я услышать, как вы познали Господа. Александр Минь. Да у меня история простая. Просто мать мне все это внушила с раннего детства. С молоком матери впитал. Она у меня была женщина грамотная, конструктор, со средним образованием. Правда, вначале, но она много читала. Интересовалась, и она была человек необычайный, высокой духовности человек. Она жила по слову апостолов. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Она вот так и жила. Всегда, всю жизнь, до последнего ее часа, в который она умерла здесь. И здесь похоронена. Вот я сейчас ходил на ее могилу. Почему и задержался? Потому что сегодня ее сестра именинница. Она с нею рядом похоронена. И я хожу всегда на могилку. Игнатий. Я спрашивал тут брата, как ваша фамилия переводится на русский язык. Александр. Это налим. Это старинное слово. Мень. Это так у нас называется в Беларуси. Рыба налим. Мень. Рыба. Игнатий. Это белорусская фамилия? Александр. Да кто ее знает? В старинной повести 17 века ее совесть, непонятно, уже есть Мень-рыба. Как фамилия попала, не знаю. Это фамилия отца. А по матери фамилия была Василевская. Потому что предки мои в Польше жили. Далекие очень, где-то лет 200 назад. Игнатий. А вы по паспорту пишетесь по национальности как? Александр. Я евреем пишусь. Игнатий. А у вас отец и мать все евреи? Александр. Да, все. Игнатий. Значит, они соблюдали это? Не смешиваться с чужими народами? Александр. Кто их знает? Во всяком случае, мой прадед воевал еще во времена войны 1812 года. Но уже на стороне России. Игнатий. А когда вы приняли крещение? И кто из родителей? Александр. Мать крестилась в юности. Меня крестили в детстве. Ну, мне года не было. Игнатий. Значит, интересы сегодняшнего еврейского народа для вас это не ваши уже интересы в том смысле, как они понимают? Александр. Я не могу сказать нет. Во-первых, мне интересы всех народов близки. Потом я себя считаю причастным, раз уж это делаю. Бог ведь ничего не делает случайно. Он же мог меня китайцем родить. Игнатий. Я думаю, что вы не поняли тогда мой вопрос. Я понимаю, вопрос этот состоит так, что у еврейского народа сейчас дождаться мессию и стать во главе мира. А у христианца, конечно, совсем другое. Мы ждем Спасителя и готовимся к его приходу. Так какая же у вас цель? Александр. Вы знаете, что еврейский народ во многом растерял веру. Скажем, в Израиле, я думаю, что больше половины вообще неверующие люди живут. Так что никого не ждут. Ждут единицы. Единицы ждут. Вера эта потеряна, давно уже была. Игнатий. Я вот с 1939 года, 1939 год. Вы на сколько лет старше, Александр? Ненамного. Я с 35-го. Игнатий. Если Господь благословит, поймем друг друга, то можем быть почти братьями. Александр. Конечно, конечно, Игнатий. Теперь сразу про фамилию. Читали книги под авторством Светлого Эммануила и Боголюбова? Это ваши псевдонимы? Александр. Да, дело в том, что я вначале писал свои книги без указания авторства. Просто. Я писать начал давно, и они ходили все без имени автора, потому что читали их в основном друзья. И все знали, кто писал. А когда они случайно попали на Запад, там прилепили эти псевдонимы. Это они придумали, Игнатий. Это ваша инициатива, Александр? Нет, Игнатий. Вот еще один вопрос разрешенный будет. Я сегодня говорил, что если апостолы и пророки подписывались своими именами, и патриарх Тихон вызвал уважение у Дзержинского неприкрытостью, таинственностью, то хотелось лично с вами поговорить. Зачем мне своим именем называться? Александр. Теперь это уже прошлое, потому что все книги теперь выходят с моим именем, с моей фамилией, даже с моим портретом. Игнатий. Значит, с вами даже не советовались, давая псевдонимы? Александр. Нет, нет, мне просто прилепили довольно нелепые, надо сказать, псевдонимы. Игнатий. Как просто разрешается, Александр. Но я же не мог писать им, что, дескать, давайте, ребятки, меняйте. Спасибо и на том, Игнатий. А один вот такой вопрос. У меня зять, он маловерующий, а сам по себе неплохой человек, на корабле он работал. Попалась ему книжка Эммануила Светлова. Рассуждение о Библии, что поддается анализу человеческого ума, эта книга. И нужно не все так понимать, что все в Библии от Бога. Я не читал, но у него это вызвало такой переворот. Я на него потратил массу времени. Сам Господь вступился, хотя бы прежнее, остаточное, что у него было вернуть. Что он читал, вот сестра говорит. Александр. Вы не помните название? Сестра Евдокия Тихоновна. Мы две ваши книги читали «Сын человеческий» и «Пророчество». Игнатий. Видимо, насчет пророков. Значит, смысл тот, что не надо понимать все так. Что Иону кит проглотил? Конечно, не глотал. И отроки в печи не были. Я говорю, так если Христос на них ссылается, то... Александр. Значит, в отношении Ионы дело вот в чем. Священное Писание – это Божие Слово. И нам важно не то, что было на свете. Мало ли, какие были события на свете. А нам важно, что Бог хочет нам сказать. Например, когда нам рассказывают историю, например, про милосердного самарянина или притчу о чем-то еще. Нам не важно, был этот самарянин на самом деле или не был. И вот в некоторых случаях в Библии описываются конкретные события. Иона – пророк такой был, но то, что там рассказано было – это притча. На это есть доказательства определенные. Это не умаляет ни богодухновенности, ни назидательности. Были случаи, когда моряков глотали рыбы. Это все истории морских рассказов. На мне это важно. А важны смыслы содержания этой великой книги. Она стала еще более велика от того, что мы понимаем ее как притчу. Могло это быть, а могло не быть. Священное Писание – это не история, не учебник, не описание обязательных событий, а это Слово Божие, обращенное к нам разными способами. Игнатий. Вот такие примеры, как про пророка Иона, в книге «Царств» притч нет. Она называется исторической, ее златоусты все святые отцы таковы считали. Да и Христос ссылался на нее не как на притчу, а как на сам факт. Что притчи есть, это, конечно, я понимаю. Был самарянин? Нет. Но он из этого делает вывод и все ставит под сомнение. Всю Библию. Александр. Ну, это совершенно неверно. Игнатий. А когда начали слушать златоуста, я говорю. Смотрите, для златоуста доказательства. Он говорит. Так говорит пророк, допустим, Даниил и Леона. Все, конец, это высшая инстанция, обращаться больше некуда. А Эммануил Светлов сказал, что это не так. Я ничего не знал еще про этого Эммануила. Я думал, что этот человек жил в начале этого века. Я говорю, какой-нибудь еврей, масон написал. А ты берешь за основание? Александр. Нет, надо сказать, что такое понимание книги Ионы разделяет сейчас вся богословская наука. Православная, католическая, протестантская. Вы не найдете ни одной, любую взять энциклопедию, любой богословский справочник. Там вам расскажут то же самое. Просто, когда мы говорим, что это высшее, авторитет, это не потому, что там обязательно рассказано от слова в слово. А это есть учение, которое нам преподано. Его надо уметь понимать. И надо сказать, что тот же Иоанн Златоус пишет так, что в писании есть вещи, которые надо понимать буквально, есть вещи, которые надо понимать переносно, а есть вещи, которые надо понимать и так, и так, одновременно. Значит, просто толковать писание только от своего ума не всегда сподручно. Иногда необходимо что-то разобрать. А вам эта книжка не попадалась, где об этом рассказывается? Игнатий. Я не читал, даже в руках не держал. Я только вот подумал, что на месте выясню. Это я ему выдам? Это Володя, зять. Теперь эту запись дал ему прослушать, чтобы он сам из ваших уст услышал, что он вас не понял. Александр. Нет, он, конечно, не понял. На самом деле это же книжка из всех моих книг самая такая, я бы сказал, ну, проповедническая, что ли. Саша читал, наверное, обращается к Борисову Александру. Это вестники Царства Божия, просвещенные самым, посвященные самым глубинам веры. Надо, чтобы вы ее прочли, чтобы было ясно. У меня, к сожалению, нет, они все время на руках. Игнатий. Я пока ее еще не имею, но несколько вопросов задам. Вот есть моменты такие, как отроки в Вавилонской печи, на чем составлены и Ирмосы, и Запевы. Вы буквально понимаете, что они были в печи или все-таки и это как-то в виде притчи? Александр. Видите ли, мы точно не знаем. Многих людей бросали в печь, и, конечно, Господь власти насвободит человека не только из печи, но и откуда угодно. Мы совсем не считаем, что Бог может ограничивать свое всемогущество. Но просто, если, скажем, пишет пророк Исаия, он пишет о том, что видел своими глазами. Он говорит, такой-то царь, такой-то... А пророк Даниил писал значительно позже. И там уже все это дается путем сказания. Сказания. О чем говорит эта книга? Книга Даниила. К ней нужно искать не историю, а это свидетельство о свободе веры. Действительно, был царь, это был не Навуходоносор. Навуходоносор никого не преследовал. Теперь это все известно, это был его преемник. А Навуходоносором его называли просто, ну, предание называли. Ну, как мы зовем Иван Грозный, как все, все какие цари там были. Важно, что люди читали эту книгу в период гонений на веру. И они находили в этой книге утверждение, что Бог помогает и спасает тех, кто отстаивает свою веру, кто готов даже пожертвовать своей жизнью ради веры. Написана была книга Даниила в тот период, который описан в книгах Маковейских. В полных изданиях Библии книги Маковейские изображают гонения, учрежденные Антиохом Епифановым. Епифаном против иудейских ветхозаветных религий. У женщин, которые младенцев обрезывали, детей убивали на глазах, остальных женщин сбрасывали со стены. Известно, что старика-законника уговаривали, чтобы он при всех нарушил закон. И он сказал, что я буду притчей во языцах. Если молодежь увидит меня, что я ради своей жизни сделаюсь отступником. Это все написано в книге Маковейской в первой и второй. Но в тот период была написана книга Даниила. Автор ее богодухновенный, конечно, безусловный человек, через которого Бог говорил. Он собрал сказания о том, что было до того. Все поучительные, назидательные сказания с одной мыслью. Тот, который стоит за веру, не должен никогда колебаться. Что Бог его избавит и спасет, а тот, кто погибнет, тот получит вечную жизнь. Надо сказать, что в Ветхом Завете до этого учения о вечной жизни не было. И впервые появляется оно именно в книге Даниила и в книгах Маковейских, то есть во втором веке до Рождества Христова. Почему так получилось, это долгий разговор, но так нужно было. Игнатий, но я теперь тогда на это скажу, что все святые отцы, я беру самых великих, Василий Великий, Ефрем Сирин, Григорий Богослов и особенно много Иоанн Златоуст. Ни одного слова они не допускают в Библии переосмыслить, а только написано. Раз был Навуходоносор, то да и аминь, потому что дороже неба и земли слова в Библии. Сам Бог так оценил. Это одно. А потом, что вы говорите, это же несет в себе какой-то дальнейший заряд недоверия к Библии. Чтобы люди верными Богу были, нужно, чтобы все слова Библии на месте остались. Если написано, что отроков бросили, и они не сгорели и вышли, а вы допускаете, что можно понять не так, то выходит, что оставить хотя бы маленькую щель и будут думать, а может и это не так было, и не при Навуходоносоре. Я на Епифана покажу по книге Маковейской. А сектанты эти книги вообще не признают. Александр. Не признают, да, но тем не менее правда, что там написано. Игнатий. Истина так. И мы, православные, должны признавать их. Но главное, что все святые отцы понимали написанное об этом буквально. Зачем мне иначе мыслить? Александр. У нас, конечно, не совсем все, потому что среди святых отцов было несколько школ толкования. Антиохийская школа, это Златоуст, Ефрем Сирин, частично Василий Великий. Они понимали буквально. Александрийская школа, Святой Николай Низкий, к нему примыкал Амбросий Медиаланский. Они толковали настолько иной раз расширительно, что там уже у них много совершенно исчезало. А есть еще несколько толкований, и все они друг друга дополняют. Если об этом подробнее рассказать, то, пожалуй, потребуется много времени. Но я скажу только одно, что Святые Отцы нам дали не окончательное решение всего, а они нам дали указание, как дальше развивать, иначе бы все это встало и конец. Святые Отцы это не призыватели к тому, чтобы пятиться назад, что они все уже открыли раз и навсегда, а нам только повторять. Они были очень смелые люди, они себя не считали святыми отцами. Они вот так, как мы с вами, считали себя грешными людьми, и они дерзали. Дерзали, толковали, думали, спорили. У них есть противоположность. У одного сказано про это так, у другого сказано совершенно иначе. Значит, у святых отцов не было единомыслия по многим вопросам. В догматах говорил блаженный Августин единство, спорном свобода, во всем любовь. Вот трехчленное решение вопроса. А догматов у них немного. Это такое твердое основание, этого совсем не так много. Вот скажем об авторах священных книг. В любом толковании вы найдете, что отцы расходились по этому вопросу очень серьезно. Одни считали от одного, другие другого, третьи. Скажем, о книге Иова десять мнений у отцов святых и все разные. Что я могу на это сказать? Что вопрос о том, когда возникла книга, кем она была написана, ее исторические подробности, это вопрос не веры, не откровения Божия, а науки. Этим может заниматься наука, не мешая вере. Все равно, как устроена Земля, как устроена Вселенная. Это вопрос не веры, а науки. Вопрос о том, в каком году был такой-то царь и такой, это должна разбирать наука, для веры все равно. Для меня важно, для меня не важно, Навуходоносор был в таком-то году или в таком, мне важно, что сегодня мне Господь говорит через них. А ученый может указать, что здесь вот такая-то и такая-то деталь. мы верим в то, что Слово Божие передавалось через Слово Человеческое. Слово Человеческое всегда не совсем совершенное. В Священном Писании есть и какие-то разночтения, неясности. Это же люди писали, и ошибки могли быть у переписчиков. Сколько вариантов? Знаете, вот у меня есть Библия, где указаны все варианты в каждой рукописи. Оказалось, что там сотни вариантов, а какое из них точно неизвестно, но основное содержание сохраняется. Ну, там сказано «в городе», здесь сказано «под городом». Вот в Деяниях апостольских в одном месте стоит «в Иерусалим», в другой «из Иерусалима». Меняется немножко смысл, но для веры это ничего не меняет. Пошел он туда или оттуда. пошел он туда или туда для веры, для того, чтобы кто верит, что Господь открывается через это слово человеческое, что это и есть слово Божие, тот и все это легко может понять. Священное Писание есть не просто книга человеческая и не есть просто книга Божия, а это есть книга Богочеловеческая, как Христос был Богочеловек, ибо в ней отражается и характер авторов. Например, Василий Великий, Блаженный Иеронин пишут, что у Исаии слог и стиль один, красивый, у языки Иля он погрубее, у Амоса он простой, то есть мы видим, что разница. Скажем, как пишет Иоанн Богослов в своих евангельских посланиях, и как пишет евангелист Марк, совсем не похоже, как Павел пишет, при действии Духа Божия на Бога Духновенного Писателя сохраняется его лицо полностью, его эпоха, в которой он жил, язык, на котором писал, его понятия, представления, он как человек, он не просто инструмент, который бессознательно записывает то, что Бог ему внушает, нет, а это он, соучастник Божий, сотворец. Игнатий «Ну, вот пишут, что писали Божьи человеки, святые Божьи, а тогда еще сказали, как Бог и человек одновременно, то и писал тоже и одновременно участвовал в написании Библии и Бог, и человек. Нужно все время подчеркивать, человек, движимый Духом Святым. Не так, что мы сели с вами и будем придумывать, Александр. Конечно. Впрочем, если Господь захочет через нас сказать, он может и нас, дураков, для этого использовать. Это уж только его воля, ведь он и ослицу заставил заговорить, когда нужно было». Игнатий «У вас вот сейчас книги первые ваши вышли, которые писали, может быть, лет десять назад или больше? Александр «Не больше». Игнатий «Теперь вы заново берете иногда, может быть, и кое-что читаете из них? Вам не кажется, что кое-что следовало бы сегодня, может быть, менять?» Александр «Да, я даже несколько книг переписал заново. Вот, «Сын человеческий» я написал заново, но мне было всего двадцать лет, когда я писал. Игнатий «Ну, а вам я сейчас буду говорить откровенно, вы не обидчивый человек?» Александр «Нет, нет». Игнатий «Знаете, если дружбу человек хочет строить, и на обидчивости, то развод не минуем». Александр «Не-не-не, Игнатий, а вот такие моменты когда-нибудь у вас были в жизни?» «Я хочу сказать про себя, что было. Я тоже писал стихи, а потом самому было нежелательно даже слышать и читать. Хотелось, чтобы это поскорее в другом месте стерто было, а годов только немного прошло. Вот у вас то, что написано и разошлось, такие моменты были, чтобы за написанное раньше сделалось бы даже в одиночестве так стыдно». Александр, «Зачем в одиночестве?» «Я ничего не скрываю. Я сжег десять тысяч машинописных страниц собственных». «Десять тысяч сжег!» «У меня есть такой сжигальчик». «Гиена домашняя на улице?» «Я там жгу!» «Так что я очень!» «Вот написал книгу одну, я ее сжег через месяц». «После уже написал все, сел, начал писать заново». «Вот что касается того, что у меня было, то я неудовлетворен очень многим, очень многим. И именно из-за этого мне пришлось две книги заново переписывать от начала до конца, хотя они уже выходили большим тиражом». «Игнатий, ну вы, видимо, так представляете, не маленький ребенок, что это несет человеку особую информацию? Если в ком-то из малых сих вы поколеблете веру, как случилось, допустим, здесь с одним человеком, то всей вашей жизни и писанина не хватит, чтобы рассчитаться за это?» Александр. «Значит, тут можно сказать следующее, что у меня столько людей обратилось под влиянием моих книг, что, может быть, на весах Господь учтет». Игнатий. «А знаете, как у Виктора Гюго, Виктора Гюго в «Отверженных»?» «Книги, через которую я начал Бога искать?» «Что если, как герой говорит, если тысячи людей будут прославлять Бога за меня и только один проклянет, то ни одно словословие не дойдет, а проклятие возвратится на мою волосатой теме». Александр. «Да, да, надо сказать, что я все-таки могу только утверждать, что человек, когда молится и надеется, что через него соблазна не будет, но больше ничего не может сделать. Он больше ничего не может сделать. В конце концов, мы все слабые и грешные люди, и мы просим, чтобы Бог действовал через нас и оградил от соблазна». Игнатий. «А вот когда видите, что ваши книги имеют такой авторитет, если люди верили, что автор именно Амос, Даниил, и именно так написано, как понимал, допустим, Златоуст, это не в сектантском понимании уже, а теперь человек читает вашу книгу, лично вы склонны к чему?» «Лично вы склонны к чему? Чтобы он поверил, как он и верил по святым отцам? Или склонился на вашу сторону, на ваше понимание? Внутренне, как бы вы хотели, Александр. Видите ли, дело в том, что я над этим долго думал и понял, что пока мы не примем уже давно принято в богословии православном, католическом и протестантском, дополнительную научную критическую методику, мы не разберемся в очень многих вещах священного писания. Оно будет закрыто от нас. И этот самый новый подход, который православные богословы, причем очень выдающиеся, не в пример мне, а всемирно известные, которые приняли, защитили, отстояли, что им очень много дано. «Это не моя придумка, это не то, что там взял», придумал отец Александр, а это уже целое поколение работает. Это написаны горы томов, как в нашей церкви, так и в других. Вот просто пришло другое время добавить к тем толкованиям, которые были каллегорическим толкованиям, таким буквальным толкованием, прообразовательным толкованием, добавить еще библейско-исторические толкования. И все вместе они дадут нам нужную картину. Теперь я скажу так. Если человек, который подумает, что что-то написано не тем, и тем веру поколеблет, значит, у него не было веры, значит, это не вера. Вот был такой писатель русский Алексей Степанович Хомяков. Он сказал, «Пусть докажут, что послание к римлянам написано не Павлом». Церковь скажет, «Оно мною написано, это мое послание». Церковь принимает эти тексты не потому, что это писал Иван, Иезекииль, Федор, а потому, что церковь опознала сначала Ветхозаветное, потом Новый Завет в этих текстах, а их была куча, сколько осталось. Эти апокрифические опознала в них Духом Божиим, опознала в них истину, говорящую с неба. Поэтому церковь сама выбирала. Ветхозаветная церковь отбросила очень красивые книги. Книга Еноха, и она в уважении была у христиан, послание Иуды. На нее прямо ссылки есть прямые. Но церковь ее отвергла, и теперь мы понимаем, почему. Игнатий Лапкин. Так, я снова к этому вопросу как бы возвращаюсь. Вы конкретно мне да или нет теперь уже будете говорить. Не должны другим словом сказать. Человек верил вот так, вот так. Он простой христианин. Александр Мень. Но для меня же это ложь, понимаете? Для меня лично вот это ошибка, понимаете? Вопрос о том подумать, что земля в форме чемодана, а я узнаю не я лично, но установили тысячи людей, что она круглая. Зачем мне, чтобы человек жил ради веры во лжи? Вера должна не бояться истины. Вера должна идти смело навстречу правде. Если этот человек считает, что правда заключается в том-то, он должен ее отстоять и показать мне. Почему же, если я говорю не с улицы, а от лица богослова, что мы библеисты, богословы, на протяжении 150 лет, изучая вопрос, пришли к такому выводу. Если он считает, что другой, покажи, почему. А вера стоит у обоих непреложно. И так, и так. Люди верили, когда они считали, что земля плоская, когда земля круглая. Теперь верят, когда знают, что земля вращается вокруг солнца. Это вопрос вторичный. Верить в Бога, в его откровения, в истинность Писания можно при любом научном подходе, в том числе и к священному Писанию. И поэтому я всегда бы предпочел, чтобы люди смелее и честнее подошли к вопросу и не говорили, а отцы сказали, я теперь могу принимать на печи все, больше ничего не надо. Игнатий, я почему о ваших книгах спрашиваю, ибо за них будет вам ваша награда пред Господом или проклятие в аду. Александр, вот именно, ну что делать? Игнатий, но поэтому, если вам, я вам сейчас говорю и вопросов много задаю о том, потому что, если бы вы не писали книги, а как обыкновенный батюшка отбарабанил и домой пошел, мы бы с вами не встретились, я бы к вам из Сибири не приехал сюда. Вот о книгах этих хотелось сейчас еще немножко сказать. Как вы думаете, если бы в людях, которые читают книги ваши, вера укрепляется и вы говорите, и я не могу в этом сомневаться, что действительно там множество людей и тысячи узнали. Александр Минь, но цель моя такая была, цель, цель моя укрепить веру в людях, но укрепить не за счет лжи. Понимаете, я не хочу грамма лжи ради укрепления веры. Не нужно, это все фикция. Богу вся эта шарманка не нужна. Ему нужна только правда. Если я убежден на основании определенных вещей, что вот это правда, я буду строить на этом, вся золотая куча, которая была ложью, не нужна Богу. Его не надо, так сказать, защищать фальшивыми вещами, не нужно. Он не нуждается в этом. Игнатий Лапкин. Хорошо, но вот судя по тому, как вы здесь смело говорите об этом деле, а дело это весьма небезопасное в этой области, в которую вы вторглись, я вам очень хочу сказать, вы идете по грани остро отточенного кинжала. Александр, что делать, Игнатий? Или оставите позор, или в самом деле Асанну воспоют при вашем восхождении из этой жизни. Александр, судить будут жизнь и Господь. Мне не приходится. Надо сказать, что это я не придумал, это мне дано было благословение не раз, и книги мои были одобрены многими епископами. Игнатий, а откровений вы никаких не имели, кроме того, что с людьми разговаривали, путем разума постигали, путем изучения. Александр, много раз, много раз, на протяжении всей жизни, потому что писать начал с детства, и, пожалуй, пишу, сколько себя помню. Игнатий, кратко, хоть несколько моментов таких скажите. Александр, это все сокровенно, к сожалению, я не могу этого сказать. Игнатий, это вы чувствовали, Александр, да? Игнатий, в чувствах или в видениях было? Александр, всякое было. Игнатий, может быть, это хотелось бы ближе это дело узнать? Вопрос непростой такой. Александр, этого я не могу говорить. Игнатий, и вот сейчас, когда вам приходится, может быть, где-то бывать, вопросы по книгам, вам кто-нибудь из батюшек задает, которые читают, потому что они в руках у священников тоже есть? Александр, да, ну вы знаете, я, откровенно говоря, мало вообще вылезаю. Я больше занят в приходе, дома. Мне некогда. Но бывает, что задают, некоторые просят книги, некоторые сомневаются, но многие не читали. К сожалению, книг-то мало. Знаете, есть такая латинская пословица. Сделал то, что мог, если другие сделают лучше, я буду только рад. Пусть сделают. Игнатий, пусть сделают, да. Вот относительно книг, конечно, вопрос для вас очень большой. Он может быть даже болезненный. Вы уже вкусили, что значит слава, в той мере, в которой не каждому доступно. Александр, например, что меня в КГБ про это спрашивали. Вот вся и слава. Что мне всегда могут припаять за это дело, вот и вся слава. Игнатий, я специально поставил этот вопрос. Слава и власть, неразрывные братья, и однажды, взявшись за это, властный человек едва ли отпустит ее. Александр, дорогой мой друг, когда пишешь книги, которые не печатают, у меня же последние печатали официально в советских, ну, в наших церковных журналах уже давно. Правда, там много печаль, правда, там много печатали, но давно все это было, в 50-х, 60-х годах. У меня напечатано около 50 статей там, в нашем журнале и в наших журналах за рубежом, православных, болгарских, немецких и других, итальянских там. Славы никакой не имею, я даже не только ничего не имею за это, даже собственных книг не имею, чтобы дать вам прочесть. Игнатий, а за то, что вот печатают на западе, их распространяют, вам за это ничего не откладывают? Никаких денег, Александр? Нет, это бездоходное издательство, оно чисто церковно-благотворительное. Они работают для того, чтобы сблизить церкви, а не печатают и православных. Архиепископа Лукуна печатали, нашел владыку Вениамина, еще кого-то и мои книжки. Ну, в общем, Игнатий, значит, такое, как у Солженицына, что печатали в банке, откладывали ему за это деньги, на религиозную тему этого нет, Александр? Абсолютно, абсолютно ни копейки не лежит, ни в каком банке, смеется Игнатий. Вот сейчас вы, если так смело в этих вопросах рассуждаете, то, думаю, здесь нам проще будет сойтись. Это основной вопрос. Как смотрите на то, что Евангелие по Риме, апостолы и все часы читаются на славянском языке? Хотя бы вот это можно было для народа дать по-русски? Когда все есть? За что русский народ так презрен? Александр, Вчера я был у своего духовника, одного архиепископа. Он ввел у себя чтение по-русски апостола Игнатий. Уже дивом как бы считается, Александр. Дива! Его уже там клянут, Игнатий. Хорошо, но если у вас все-таки хватает, чтобы за эти книги стоять перед КГБ, то ведь... Александр, нет, я ничего не стою. Я ведь не участвую в политике, специально не вызывают, потому что о политике я не пишу. Я не занимаюсь этим вопросом. Я занимаюсь наукой, богословием, сижу. Игнатий, а сейчас вы могли бы у себя сделать так, чтобы по-русски? Вы же все-таки здесь один, батюшка? Александр, нет, нас двое. Я не настоятель, так что единственное, что могу делать, я стараюсь немножко приближать чтение церковно-славянское к русскому языку, вместо живот и покой, жизнь и упокоение. Когда читаю Евангелие, я стараюсь убирать слова непонятные, то, что в моих силах, Игнатий. Но у нас батюшки делает так. Выходит он, большой Евангелие в руках, а вытаскивает из кармана маленькое, кладет сверху и начинает читать по-русски. Я знаю такое, что выходит, допустим, а ему за 80 лет. И кажется, не ему бы передовым умом здесь пошевелить немного, нет. Он сделал так, как молодые не могут делать. Начинает запев и первые две строки читает по-славянски. Кладет сверху Библию и по-русски псалтирь начинает нараспев читать. Александр, молодец, молодец, да это же прекрасно. Я сторонник перехода на русский язык. Но тут я не властен, потому что я тут не один и на меня все время охота идет в этом отношении и за каждым словом смотрит, чтобы я не нарушил предание старцев. Понимаете? Игнатий, теперь я уже не по порядку буду задавать вопросы, а они складываются так. Было обновленческое движение. Вы коротко не могли бы указать причину его поражения. Хотя бы в минуты две основные положения. Александр, одной фразой скажу, то, что оно не захотело быть обновленческим, первое. Второе, то, что оно было предательским, все. Почему не захотело? Очень быстро отвечу. Значит, церковь нуждалась в реформе. Наиболее активные силы церкви в это время оказались в изоляции. Кто за границей, кто это самое, кто-то рукой показал решетку из пальцев. Так остались консерваторы. Они не хотели никаких реформ. И обновленцы буквально тут же все это отвергли. Русский язык отменили и все. Стали служить по-старому. Только и осталось, что у них двоеженцами были священники. Это первая причина. Они испугавшись отказались от реформ. И когда в 46 году умер митрополит, то а чем вы отличаетесь? Оказывается, ничем. Ну, тогда оставайтесь в РПЦ. Вторая причина, они были предательски настроены. Пытались укрепить свое положение гражданское. Они писали на людей, навалом писали. И тогда это грозило не просто штрафом или даже тюрьмой, а хуже. Поэтому Бог не дал им развернуться. Игнатий, лично ваше мнение о русском языке все-таки за горами где-то это или маячит? Александр, хотел бы, чтобы это дело было, но просто даже не верится, что пробьется. Зависит, конечно, многое даже не от епископов. Многие епископы... У нас был митрополит Никодим в Ленинграде. Он ввел по всему Ленинграду чтение на русском языке апостолов и еще кое-что. Он умер, перетрудившись. Его преемник все это поломал, опять по-славянски зачиликали все. Игнатий, так вот эта чиликанье смерть несет. Люди не знают писаний, потому погибают, как Златоуст говорит. Александр, и это всех устраивает. Игнатий, если всех устраивает, то каково же это руководство? И куда мы пришли? Если смерть посомых устраивает пастырей? Ну, давайте своими словами назовем все вещи. Вы же сами понимаете, что вы пропуски из-за подпорченной записи, которая пряталась, зарытая в землю, подмокла. Златоуст тогда говорил, вижу стадо свиней, я в конюшне служу. То, что сейчас-то вы на свою пасту посмотрите, то, судя по ней, кто вы? А ведь, в общем-то, каков поп, Александр? У нас есть немало епископов, которые хотели бы перейти на русский язык хотя бы частично. Но столько же противников его. Это, говорят, красивый язык, старославянский церковный. Более того, кто-то из наших архипастерей, даже очень высоких я не буду называть, потому что я не помню, кто точно сказал, что разговоры все эти глупые, потому что церковно-славянский, он родной для русского народа язык. Игнатий, родной и непонятный, умирайте вы, окаянные грешники. Александр, да, Игнатий, а вот то, что вам часто приходится треба совершать на русском языке, если бы сегодня стали совершать, например, крещение, у нас есть такие пастыри, у них венчание на русском языке, то есть все уже переведено, оно есть, вы могли бы это делать, вот к вам придет человек, который желает, чтобы вы так сделали. Александр, конечно, но в частном порядке. В храме, конечно, тут же меня закидали бы камнями, но я все-таки стараюсь приближать к русскому языку текст, который я читаю. Игнатий, если вы считаете, что русский язык должен быть, но кто же будет начинать? Вы, похоже, что и боитесь уже, чтобы как вас не закидали? То есть вы более благоразумно должны поступать, ждать момент? Александр, дело в том, что если бы я был епископом, у меня было бы право на это. Понимаете, я ведь подчиняюсь непосредственно, у меня есть настоятель, есть епископ, так, Игнатий? А архиерей говорит, если бы я был патриархом, понимаете, так дальше будут у всех друг на друга отговорки. Александр, нет, нет, почему? Многие архиерей действуют на свой страх и риск, и патриарх им не указ, но сам в таких вещах. Игнатий, патриарх, дедушка, уже едва ходит, и все на него пальцем показывают. Александр, нет, вообще, в самом деле, епископы делают, но противников этого много. Но надо сказать, что в нашем приходе много людей, достаточно просвещенных. Сегодня вы попали в такой день, когда мало народу, потому что сегодня я не должен служить, служить должен был он, а я случайно, мы с ним переменялись, он в отпуск ушел. А когда весь народ собирается, у нас всю службу знают, все службу знают хорошо. Но кроме того, тут есть еще одно соображение, которое я не упущу. Тексты богослужебные, вещь серьезная. Игнатий, когда мы пришли к вам в храм, перед самым входом, думаю, так же, как везде, или не так? Потому что храм маленький, отличается уютностью все. Ну вот два алтаря, зачем у вас в храме установлено? Александр, у нас один, Игнатий, два, один мамоний, другой Богу. Да еще, торговля в храме для чего? Когда Христос придет к вам сзади к дверям, чтобы выбросить все это? Или не дошел еще, Александр? Дело в том, что вот я был недавно, этим летом в Прибалтике, в католической церкви. Там ничего этого нет. Нет, Игнатий. Они ответили бы так. Если бы у нас это было, как у вас, по иконам ходите, лапзайте, целуете, мы бы убили его на месте. Вот как ответила католичка, настоятелю греческого храма при мне. Вот и все, Александр. Ну, не до того, чтобы убили его, Игнатий. Но это ее мнение такое. Видимо, остатки ревности еще остались от инквизиции. Но этого, говорит, не допустили бы. Что, у вас не хватает на кладбище места для торговли? Хотя бы здесь, во дворе. И при том, везде вся эта торговля. Александр. Да, значит, так, я уже скажу. Когда я был настоятелем перед этим, я ящик вынес из храма, поместил его в притворе, заградил стенкой, сделала кошечка, как в кассе метро. И там люди покупали свечки. Игнатий. Но покупали из храма. А Александр. Нет, они покупали независимо, это было вне пределов храма. Но здесь я не настоятель. Игнатий. Ни в одном кинотеатре во время сеанса не торгуют. Что ж, мы поставили так, что хуже некуда? Александр. Резон, дорогой мой, конечно, резон. Игнатий. Так это вообще вот что. Александр. Да, да. Игнатий. Да какая же эта служба-то у нас? Златоуст говорит, прекрати службу и наведи порядок. Александр. Верно, верно. Игнатий. Ну и так, кто же будет начинать? Златоуст говорит, ты начни, и все остальное будет приписываться тебе как родоначальнику доброго дела. Александр. Но для меня этого мне нужно иметь свой храм. Но для этого мне нужно иметь свой храм, чтобы я мог начать. Но его у меня отняли при известных обстоятельствах. Игнатий. А батюшки, у которых есть свой храм, настоятели другую причину выискивают. Для меня и есть это главная причина. Александр. Нет, почему нет? В некоторых церквах с этим делом управляются. Кто хочет, тот управляется. Игнатий. Может быть, на сотни едва ли один? И то наполовину. Две торговые точки. Одна все-таки в церкви, как во фрунзе. А другой во дворе сделали. Это борьба за копейку, которая снова пойдет в погибель. Александр. Да, конечно, безусловно. Вот поэтому-то Бог нас и наказывает. Поэтому не дает того, чего мы ждем. Вот в чем причина. Разговор без хозяина, как говорится, потому что для этого нужно иметь полномочия в церкви или пророческое призвание. Пророческое. Вот у меня нет харизмы обличителя. Вот в чем. Чтобы я мог пойти, прийти и сказать «А будьте вы все!» и так далее. Нет такой харизмы. Бог не велит мне такого делать. Но есть у нас такие, которые обличали. Но обличать, конечно, только публику все равно, что щекотать слону в ухи перышком. Игнатий. А вот вы сейчас не думаете, что как проповеднику и труженику на Ниве Божьей вы себе приговор выносите, что публика ваша все-таки не чужая, ее не горком мучит, а вы. И вот щекотать, а ее нервы так загрубели, они не понимают, тьму от света отличить не могут. Это же ваша паста, ваше научение. Александр. Верно, но я стараюсь сделать то, чтобы разбить эту стенку. вода камень точит. Игнатий. Бог в помощь. А теперь вот что. У вас мужчин, прихожан совсем нет? Александр. Да иногда очень много. Игнатий. А почему женщины в это время снуют? Вот для чего я спрашиваю это. Александр. Это поставил настоятель монашек. Игнатий. А опять монашек? Ну зачем же? Она женщина. Алтарь единственное место, где мужчина может скрыться от женщин. Александр. От женщин? Игнатий. Да. Александр. Надо сказать, что у нас в храме довольно много мужчин. Мы от женщин не бегаем. Мы не боимся их. У нас много мужчин. Игнатий. Да неприятное зрелище, когда женщина там шуршит подолом, заходит в алтарь. Крайне неприятное. Я знаю такое. По благословению архиереи были, скажем, у моего брата родного. Он настоятель в Тобольске сейчас. В один день отрубили и все кончилось. Александр. У меня было, знаете, до того, как пришел настоятель, у меня было пять алтарников. Все были мальчики. Он их всех сразу разогнал. Не сразу, правда? Постепенно. Помните всех? Был и Тищенко, и Никифоров. Не нужны были эти. Игнатий. Вы сами можете же. И если вы сейчас в вашем возрасте не можете, то когда же? Александр. Я все верну, конечно, на прежнее место. У нас мужчин хватает. Игнатий. Теперь относительно крещения, ибо это один из самых больных вопросов. Почему в православии перестали совершать погружение, а все только обливанцев делают? И как попало, в одежде, лоб помочите, расходитесь. Не научают ни отречению от злых дел, хотя на словах это есть. Все ложь идет. Сто процентный брак крещения. У нас семнадцать тысяч в одном храме крестят, в Барнауле, и ни одного из них в храме не остается. За десять лет сто семьдесят тысяч может крестили, и ни один человек не остался. Александр, это Леонтий Дамаскин? Игнатий? Нет, сейчас у нас Гидеон. Да, это везде, Александр. Дело заключается вот в чем. Крещение есть действительно настоящее таинство. Когда приносят верующие родители, верующие родители, с верующими крестными принять детей в церковь. А когда приходят эти мужики, которые не знают, как перекреститься, родители крестят ради того, чтобы ребенок не болел, это просто насмешка над таинством. Что можем мы тут делать? Разъяснять. Но мне проще тут, потому что я веду иногда, когда есть возможность, беседы с крестными, с родителями, рассказываю им, особенно, когда взрослых крестят. Но это делают немногие. Вот опять-таки на днях я был у архиепископа, который показывал ставленникам новым, которых будут рукополагать, и он делал им образцовое крещение, он сам крестил младенцев, он говорил вступительное слово, потом делал оглашение, потом объяснял, что такое оглашение, потом снова слово, потом крещение, потом опять. В общем, такая действительно назидательная практика была. Но надеюсь, что от него переймут люди в его епархии, кто захочет. что касается меня, я вот скажем, взрослых вообще не крещу. Стараюсь не крестить, пока они не пройдут катехизацию, подготовки. Месяца два, три, полгода, год, и только тогда после оглашения уже крещение. Игнатий, а крестить-то взрослых будете тоже ведь лоб только мочить? Купели-то у вас нет тут? Александр. В отношении воды это учение 12 апостолов. Вещь, которая написана почти в апостольское время. Там сказано, что погружать необходимо, но в случае крайней необходимости можно обливать. Ну-ка, Игнатий, ну конечно, Московская область претерпела столетнюю засуху воды, не хватает никак? Александр. Но были случаи, когда у меня вот здесь есть пруд, я крестил прямо в пруду. Вот он, за церковью. Игнатий. Я хочу сказать вот что. Здесь, видимо, у нас все-таки опять то же самое. Нет ревности и страха Божия. Делаем дело Господне небрежно. Почему пророк Иеремия сказал? Иеремия 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Это не случайно все-таки. Почему здесь же мы не пошли на Рогожское кладбище, старообрядческий храм? За все время существования, за 150 лет, ни одного младенца, ни одного взрослого без троекратного погружения не было, ни одного, чтобы он не был погружен. А рядом патриарши ни одного еще не погрузили с полным погружением. У нас сегодня день такой. К нам приехал Александр. Можно сказать, я перебью вас. У старообрядцев они крестят тоже, но это крещение формальное, такое же, как у нас. Хоть они их макают целиком, но на самом деле они их не наставляют, не катехизируют. Они уходят в степь, они ничего не знают о вере. Только что, Игнатий, не было погружения, только о погружении сейчас разговор, но у нас и этого даже нет. Александр, для взрослого человека погружение необходимо, надо устроить купель серьезную. Игнатий, баптисты же строят, адвентисты строят, а мы что, обеднели что ли, или что? Мы за год водки больше выпиваем, чем у нас вкупели воды. Александр, конечно, но надо сказать, что только в одном месте я видел, Переделкино. Игнатий, так вот, сегодня у нас поехали люди креститься в Переделкино. Проехали все везде, вчера были в Троицке, хотели там покреститься, в Загорске не могли. Приехал к нам баптист-еврей, и Господь коснулся его сердца. После беседы решил он принять истинное православие и креститься. Мы настаиваем на полном погружении, и он желает, как положено, по-христиански, а не просто стоять при крещении в одежде, в костюме, при галстуке, ему бы только лоб помочили. И нигде во всей Москве не могли найти. Поехали в Переделкино, на сегодняшний день договорились, вот сейчас должно быть крещение. Александр, да, там есть такой крещальник Игнатий. Так это в Москве, а в Ярославской области, говорит, ни одной не откупили. Что, уповаем на нужду? Александр, я все-таки больше придаю значение духовной подготовке человека, чем самой форме крещения, потому что дух Божий действует даже, если есть и капля воды. Важно, чтобы были вера и Господь, дух и встреча Бога с человеком. А вода как символ, даже если нет воды и песок, как Иоанн говорит, если нет песка, снег, но лишь бы сам человек уверовал, а погружали раньше всех. Погружали, а да погружались, что получилось у нас. Игнатий, это все верно, что говорите, но нельзя одно от другого отрывать, нельзя. Отцы не так заповедали. Слово крещение означает погружение, в переводе дословно-то. Александр, я изучал греческий язык, также означает и то, и другое. Омовение, тоже баптизма, никуда не денешь, омовение, Игнатий. Но и этого нет, так сказать, и омовение, Александр. Причем, между прочим, есть фрески первых веков христианства, где изображено крещение. У меня есть фотографии четкие, там крещение обливанием. Это четко уже, тут ничего не поделаешь. Человек стоит, над ним держат так руку и все. Игнатий, вот если бы сейчас спросить у евреев, у нас-то все-таки крещение это сама истина, а обрезание прообраз. Так они обрезать могут чуть-чуть или как положено. Сказали бы, достаточно ножичком чиркнуть там чуть-чуть, миллиметр задеть. Но нет, как положено, так и делается. И они точно знают, вымеряют все. Александр, правильно, если мы будем подражать ветхозаветным иудеям, то мы вернемся опять в ветхий завет и будем цепляться за мелочные обряды. Зачем подражать этому? Игнатий, а дошли до чего? Вот мы сейчас ничему и не подражаем, ни в чем нет строгости. Александр, почему у нас есть строгость? У нас есть строгость, чтобы свечки ставить, чтобы люди всегда найдут чем заниматься, пустяками какими, это найдут Игнатий. Да, Александр, главное, чтобы был жив дух, дух, а форма, она проходит. Сегодня так, завтра эдак. Вот один к нам пришел, он без эпитрахили не может служить панихиду. Да эпитрахиль то люди подумали, придумали, это не Бог дал, понимаете? Все это человеческое. А Господь дал свое рукоположение, Господь дал. Епитрахиль это знак, может быть, а может нет. Я могу взять полотенце, осветить его и надеть и все. Игнатий, а венчание когда проходит, тут уже никак не скажешь, что малые дети взрослые, вы видите, что оба неверующие, зачем венчаете? Александр, ну у меня таких не бывало, Игнатий. В общем-то везде знаете, это не прихожане и ничего он не знает и не думает быть здесь. И бывают живые жены у них по две, по три, а он говорит так, что и не думает. Александр, во-первых, у них есть паспорта, мы проверяем. Первый брак или какой. Во-вторых, при венчании это уже акт мужества для этих людей, которые уже хотят повенчаться. Понимаете, это тоже акт, у них смутная вера и от них требовать много нельзя, но ты постараешься им рассказать. Во-первых, они в этот день причащаются, исповедуются, какие-то начатки, ведь спрашивать можно с кого, кому ты дал что-то, а эти люди ничего не получили, как я могу спросить, мол, что ты знаешь? Ничего не знаю, учился в школе, мне там говорили про ерунду всякую. Игнатий, а почему нет оглашения? А говорим, оглашенный, оглашенный, изыдите, и никто не выходит, все стоят, опять же остаются, остаются фразу, фразы. Александр, ну, во всяком случае, люди благочестивы, и в нашем приходе люди об этом знают, и оглашенный у нас есть, и они знают это правило, и они не присутствуют. Игнатий, они верующие совсем присутствуют, и оглашенные могут, совсем даже никто, совсем не верующий, а стоят на литургии верных. Александр, тут есть, конечно, своя трудность, потому что возглас ранней церкви, учитывая, что все известны. Скажем, мне тут известны в храме, но в большом храме, возьмите, Елоховский, там стоят тысячи, люди отсюда едут, в Тарасихе, у нас каждое воскресенье по две литургии, по две тысячи народу за каждой, кого там увидишь, он оглашенный или оглушенный, не поймешь, кто там тьма тьмущая, надо микрофон включать, Игнатий. А вот почему не знают? Потому что батюшка решил быть и председателем колхоза, и бригадиром, и все должности один взять на себя. Вы не привлекаете народ. Я скажу, допустим, в Таллине у баптистов до 20 тысяч членов приходит. Приход. И всех до единого знают. И на членском собрании ни один посторонний не будет. Что же мы оказались ниже всяких сектантов? Александр. У нас не то, что член, у нас человек, когда креститься приходит, подчас делает это потихоньку. Я сегодня как раз об этом намекнул, что с нас все-таки взять. Не вешают за сам факт, однако мы боимся. Конечно, мы не можем заставлять людей идти на подвиг. Подвиг – это то, что должно рождаться в душе у каждого собственным только решением. Упадок на лицо. Упадок. Но отчаянию мы не предаемся. Я уверен, что Господь не оставит нас, дураков. Игнатий. Теперь, когда вы исповедуете, приходят к вам прихожане, примерно из ста человек, сколько у вас не допущено до причастия. Приблизительно за грех какой-то вот вы исповедали человека. Да, вот правило каноническое говорит. За прелюбодеяние 12 лет отлучается. Василий Великий говорит, правило действует или нет. Сколько знаю, все они мертвые, Александр. Безусловно, недопущение к причастию существует у нас. Я не допускаю в определенных случаях. Но отлучение от причастия на такие долгие годы возможно было только в обществе, которое формально было христианским. А здесь это значит человека просто выбросить из церкви навсегда. Он больше никогда не вернется. Игнатий, когда такой вопрос задавали златоусту, ты так строг, а не идут к еретикам, то он говорит, пусть идут все, никто не держит. Как Христос сказал, не желаете ли и вы уйти? Сейчас одно название, вводящее в заблуждение других. Никакой строгости, ни за что не отвечает. И не мы ли сами виноваты в этом, Александр? Я, как сказать, умею, что ли, имею, что ли, и каждый священник решать здесь по своему усмотрению, на сколько времени, когда допущен человек, это дело духовника. Но мы все-таки это делаем и практикуем. Игнатий, на годы отлучаете, хотя бы не на 18 лет, как тогда отлучали, но хотя бы на 3 года отлучаете, Александр? Нет, это идет не больше, чем на несколько месяцев, не больше, Игнатий. Но почему? Для кого тогда эти правила написаны? Почему книга «Номоканон» не действующая, Александр? «Надо сказать, что я в них не верю. Я считаю, что «Номоканон» устаревшая и вредная книга. Это мое личное убеждение, глубокое, что его продиктовал не дух святой, а средневековые христианские талмудисты. Ставишь талмуд, если его почитать с Евангелем ничего общего нет. Это как раз книжники и фарисеи, враги Христовы, составляли «Номоканон» и прочее все». Игнатий, «Отче, сейчас, когда вы говорите, то давайте вообразим, что вот здесь вы находитесь. Александр Минь. Здесь находятся святые отцы соборов и здесь Василий Великий, написавший 90 правил. Александр. Значит так, Григорий Богослов. Призываю его в свидетели. 381 год, Второй Вселенский собор. Григорий Богослов встает и говорит, что это за гуси? Это просто стая галок. Я ухожу отсюда и ушел. А что говорил блаженный Иероним про эти? Даже неудобно говорить при дамах. Они очень резко отзывались и о правилах, и о церковных собраниях различных. Очень резко. Игнатий. Тогда что же осталось у нас от соборов, если читаем, что верую во святую, соборную, и чтим правила? Александр. А это неправда. Никакой у нас нет соборной. Посмотрите греческий текст символа веры. Вы увидите, что там написано «кафоликас». Это значит вера в единую святую, вселенскую, апостольскую церковь, а не соборную. Соборная – это церковно-славянский перевод. Выдуманный. Это вам любой скажет. Посмотрите. Обыкновенный Игнатий. Хорошо. Теперь тогда речь пойдет о соборе. Восьмой вселенский собор, о котором много говорят и некоторые со страхом. Должен быть или нет? Ваше личное мнение. То есть, после чего мы должны прийти все-таки к единению под единой главой, патриарха или папой. А иные понимают, что восядет Антихрист. Александр. Я не верю, что восядет Антихрист, но думаю, что этот вселенский собор еще далеко, хотя ближе, чем раньше полагали. Ему должна предшествовать работа по сближению христиан различных исповеданий. Чтобы они научились друг друга не ненавидеть, а понимать, тогда можно садиться на собор. А пока друг другу плюют в лицо, какой же тут собор? Это будет побоище. Игнатий. Тогда попутно об экуменизме. Тоже кратко ваше мнение. Что это? Веление времени или просто... Александр. Веление Христа да будет все едино, да будет едино стадо и един пастырь. Игнатий. Но они не этим занимаются. Как раз общая нивелировка идет. Александр. Это ошибки техники, а суть правильная. Игнатий. Так вот, что по сути правильное. Это в жизни как раз и не притворяется. На местах батюшка исповедует. Не ходил ли к сектантам, не посещал ли раскольников. Вот за это и эпитимия тут сработает сразу. Александр. Священник имеет право не рекомендовать ходить к сектантам тому, кого он лично считает слабым в вере. Лично я некоторым не советую, а некоторым пожалуйста, иди. Это выбор. Что касается того, что дело хорошее делает вяло и плохо, они мне скажут, иди, мол, и делай лучше. Но они, может быть, будут неправы. Это не так все просто. Не так просто. Кто-то из экуминистов работает хорошо, кто-то плохо, где-то нивелировка, а где-то нет. На самом деле католическая церковь ведет здесь работу правильную. По-моему, замечательную. Непонятные три слова. Все переведено на национальные языки. Каждые 16 обрядов и все разные. Никто не имеет права служить по-латински. В Африке служат на местных языках, там на своем хинди и так далее. Священник восточного обряда русского не имеет права служить. Он служит по-славянски, по-русски, по-французски. Ликвидировано пышное облачение, попоны все эти. Все очень простые белые облачения, скромные престолы, простые чаши. Игнатий. Так вот, начали говорить отче про это. Теперь посмотрите на наши архиерейские служения. Когда часами раздевают и одевают, тогда кому мы служим в таком случае? Александр. У нас есть священник, отец Сергий Желудков, который написал об этом целую книжку и пустил ее по народу. В ней высказано мнение, которое разделяют все. И, так сказать, архиереи серьезные, они стараются от этой мишуры избавиться. Я думаю, что избавятся скоро. Игнатий. Ну вот, сказали вы о разных языках, то, что более подвижно стало католичество. Но что же с православием? Почему оно так застыло на одном месте? Даже нас, русских, лишает родного языка. Александр. Дорогой друг, вы спрашиваете меня, как будто бы мы с вами находимся на разных полюсах. Но мы же в одной церкви, мы видим, что она стоит на месте, застыла действительно. Застыла. Что можно сделать? Каждый должен делать. Вы на своем месте, я на своем и как-то качать. Игнатий. Ну хорошо, как качать, если вы мирянам не даете даже права сказать у двери ничего. Полностью берете на себя и сами ничего, как говорится, не делайте. А взяли ключи разумения. Батюшка ревностным оком смотрит, как там у двери. Не зашевелился ли кто, не говорит ли, мне ключи. И он гремит оттуда, от алтаря, имя. Никому нигде нельзя сказать о Христе. Я говорю только о Христе. Мы пробовали так. Открываем газету «Известия» в церковной ограде. Батюшка прошел, ни слова не говорит. «Ну вот, открыли Евангелие, сидим, читаем своим прихожанам, он сразу подходит. Закройте, мало ли тут, увидят, в церковь заходят». Александр. «Правильно, он боится, понятно чего. Когда известия читают, бояться нечего, все ясно, все ясно». Игнатий. «Хорошо, но батюшки эти, как правило, прошли через семинарию и академию, и сразу возникает вопрос. То, что сейчас там преподается и какие они выходят, то практически нужны эти семинарии и академии или нет?» Александр. «Не очень, иногда и вредны даже. Но тот, кто захочет действительно служить Богу, может извлечь пользу оттуда». Игнатий. «Лично вы рассматриваете сегодняшнее православие, так как оно идет, идет на улучшение или...» Александр. «Ну, прости, интервьюер настоящий, это не тут телевизора» смеется. Игнатий. «Считайте, по вашему мнению, все-таки вы не в углу где-то спрятались, стоите на виду?» Александр. «Почти в углу, дорогой мой, почти в углу». Игнатий. «Но все-таки чувствуете, у вас должен индикатор этот работать, все-таки идет на возвышение, стоит на месте или ниже с каждым годом идет?» «Я имею в виду духовную нашу нравственность, желание прихода в Царствие Божие». Александр. «Значит, вот как я вижу, что христианская среда, околохристианская среда и вообще люди, вот в Москве, Московской области, больших городах, я не буду брать другие районы, буду говорить, что я вижу чаще всего. Это огромная нива, жатвы много и люди готовы. У нас церковная система очень плохо работает. Более того, она вообще не годится никуда». «Игнатий, вот то, о чем вы говорите сейчас, о чем уже снизу начинают говорить, но ведь нужны руководители. Хорошо, что вы пишете. Многие пишут, ох, сколько книжных червей сейчас, только знаний, книг много писать конца не будет». «А, столько знаний, книг писать много конца не будет». Александр, я вам сейчас скажу, что для того, чтобы дать какие-то решения, надо серьезно подумать. Скорополительные реформы – это тоже плохо. Я ко многим выводам приходил, сейчас могу вам кратко говорить, а я годами думал над всем, писал и думал, читал и думал, говорил и думал. Понимаете, надо же не так просто, за здорово живешь и все. Надо все это и так подумать. Эти говорят так, а эти так. Для этого нужно время, чтобы, и может быть, я буду уже совсем седой, когда я какие-то еще более ясные решения увижу. Нужно обдумать. Игнатий, «Отче, я задаю вам вопросы и после этих вопросов Бог знает, может быть, кое-какие и в вашей судьбе наступят изменения. Мы многие люди ищем, ищем таких пастырей, которые понимали бы истинное положение сегодня и были готовы к большему, нежели у них есть сегодня. Ведь кто-то должен это взять на себя, кто-то должен встать и во главе, Александр. Но я слишком пока одиозная персона, это так сказать. Ну и так уже на мне ярлыки всякие висят. Каких только нет, все ярлыки. Я как чемодан из-за границы приехавший. Вот так весь обклеен вот. Это же специально. Враги специально всякое на меня вешают, чтобы парализовать мою деятельность. Не могут так. Так вот они клеветой. Игнатий. Вы сами-то рассматривая это положение, понимаете, с чего оно должно все-таки тронуться? В этом состоянии нельзя. В этом уже не литургический, а литургический, можно сказать, сон. Александр. Да, я все это знаю. Я все это знаю. Я жду просто, когда Господь пошлет день для этого, чтобы поднять все это, пробудить. Игнатий. А если это при вашей жизни, при вашей будет жизни и в самое близкое время, на какой стороне окажетесь, если задумались? Александр. Я всегда там, где дело Божие. Игнатий. Но и все консерваторы тоже так понимают. Душа, все, что ведет к жизни, они тоже думают это дело Божие. И подкладывают даже вязанку на костер, как думала та старица святая у костра Гуса. Александр. Да, но это все-таки она думала неправильно. Достаточно заглянуть в Евангелие, чтобы понять, что она думала неправильно. Дело Божие заключается не в том, чтобы гноить святыни где-то, а в том, чтобы она в жизнь входила. Так что, когда они говорят, что это дело Божие, они просто врут. Это не соответствует действительности, не соответствует Слову Христову, не соответствует ну как ни крути. Да и вообще все нарушили. Да, Христос дал для церкви всего 5-6 заповедей, только для церкви, чтобы никого не называть владыками, отцами, чтобы не было первенства там и так далее. Ну, просто как назло, просто как нарочно отцами назывались, владыками, как будто в насмешку все это придумали. Игнатий, и попробуй не назови, нет более тяжкого греха, не почтил, руку не поцеловал. Александр, я могу целовать ему хоть ухо, но чтоб все нормально было. Ну, вот видите, такое положение вещей. Но поэтому Бог и послал на нас Хрущева. Думаете, что это случайно было? Нет. Игнатий, мы будем думать, что этот не последний, потому что не опомнились от того, ничего не поняли. Ненужный был, убран. Александр, да, ну что ж, Бог даст еще что-то, пока мы не дочухаем. История церкви, дорогой мой, это таинственная история, и она требует от людей чего-то серьезного. Большинство понимает церковь просто превратно. Они думают, что это такое теплое местечко и вроде тихой пристани, куда можно прийти после работы раз в неделю, так сказать, душой отдохнуть, прищурившись на лампадку смотреть, послушать пение хорошее. Репертуар у нас обусловлен. Регентом, репертуар, да, то, да, сё. Попели так хорошо, и когда начинают говорить о церковной жизни, люди привычные начинают говорить, как пели-то, как пели. Значит, Господь Иисус пришел на землю, чтобы люди занимались вокалом, так сказать, чтобы был новый вид пения, как будто бы язычники плохо пели. Почитайте историю музыки, как пели древние египтяне и прочие. Они пели не хуже. Не надо было Богу для этого воплощаться на земле, чтобы у нас новое пение появилось. Игнатий, не отсюда ли слово отпевание? Я как раз вопрос такой поставил. Вот вы отправляете людей в иной мир. Берете за это деньги. Я имею в виду в вашем лице ко всему священству обращаюсь. Вы не думаете ли вы, что вы здесь играете роль самых страшных обманщиков, какие есть на земле? Что по закону Божию всех вас нужно повесить перед солнцем? Александр. Да, желательно. Но нынче я стремлюсь к тому, чтобы этого не было. Для нас отпевание это особая форма миссионерства для меня лично. Каждый раз к покойнику приходят люди, которые никогда не бывают в церкви. И каждый раз я обращаюсь к ним со словом. И после этого, когда идут они на поминки, они только говорят о том, что сказал там священник. Им там священник. Я говорю в расчете на эти поминки. Значит, прекрасно можно это использовать. Можно, Игнатий, но если выкинуть такие слова, что тебе царство небесное и называть его рабом, если вот это выкинуть, а иначе все даже при вашей миссионерской наклонности вы будете лжецом здесь. Ведь он ни одного дня не был рабом. Вот суть-то в чем, Александр. Я опускаю некоторые прошения, которые не соответствуют, например, что должно пропиваться вместе со святыми. Если я знаю, что этот человек не церковный, хотя мне говорят о пропустили. Я сам пропускаю, потому что что же его со святыми, когда он Игнатий. От него милиция давно открестилась уже, Александр. Да, конечно, это есть, это есть. Реформы нужны, понимаете? Это же Авгивы конюшни. Это надо все чистить, но для этого должны быть люди призванные Игнатий. Мы называем так, что слово завтра дьявол, а слово сегодня это Бог. Ныне Господь говорит, Евреям 3,15, «Да коли говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ну, о чем же нам говорить? Почему вот сейчас нет проповеди о возрождении? Вход в церковь у нас совершенно неправильный и полную перерегистрацию в церкви нужно делать. Александр, сейчас отвечу, потому что у нас наиболее активные пастыри отдали себя политической борьбе. Они не поняли, в чем злоба дня и начали бороться против тех, кто притеснял церковь внешне. И за это пошли в тюрьму и лишились мест. И оказались сломленными и так далее. Это лучшие были. Я их умолял, чтобы они прекратили это делать, потому что я говорил, у нас болезни внутри, а то, что прижимают, это нам полезно даже. И они пошли и сгорели на этом. Сгорели ни за что, я считаю, потому что защищать права этим должны заниматься демократы, это их дела. Какие у нас права? У нас одно право свидетельствовать и страдать. А мы сами-то ничего не стоим. Меня спросили на допросе по делу отца Дмитрия Дудко. Считайте вы, что церковь должна критиковать действия государства? Я сказал, что меня интересует церковная самокритика больше. Меня интересуют наши церковные дела гораздо больше. И это я говорил совершенно искренне. Игнатий, но вы не будете тогда говорить, что день памяти митрополита Филиппа церковь неправильно праздную. И что сделал Амбросий Медиаланский тогда? Сказать, что я так понимаю, не хватает мужества. Одно из двух? Я в своей церкви, Александр, я в своей церкви, которая расписана, где служил раньше, у порога две иконы поставил, Филиппа и Амбросия. Специально написал, заказал в знак того, что это свидетельство было правильное, но это было свидетельство церкви, которая из себя что-то представляла. Игнатий «Лучшее чествование святого, Златоуст говорит, подражание ему. Александр Да, но все-таки Иоанн Златоуст важен нам не тем, что он поносил императрицу, бог с ним, а то, что он критиковал церковную жизнь. А живущих с детственницами там, как он писал про лифчики, которые вплоть в перемешку с митрами висят, это все же как он здорово описал. Он был большой, но, конечно, он был патриарх, епископ, но главная наша забота это внутри Игнатий. И все-таки, когда коснулось внутреннего, я думал, это больная для вас тема, но вы, я гляжу, смело ее коснулись. Я знаю пастыри и таких церковных деятелей, которые шли геройски, а не трижды герои против мирской власти. Но когда дело касается церковной власти, как бы его от алтаря не отстранили, то здесь он делается самым презренным трусом. Почему? Александр. Не знаю, я таких не видел. Игнатий. Даже на его глазах что угодно делают, дело Божие распинается. Он ни единого слова не может сказать вышестоящему. И даже своему сопастырю. В общем, Бог допустил и надо смиряться. Хотя, Александр. Ну неправильно, конечно, это неправильно. Своё мнение нужно высказывать и должно. Игнатий, я лично вам этот вопрос задам уже. Лично вы сильно держитесь за своё место? Если вас отстранят и вы не будете завтра священником, то придётся вам взять, может быть, какая специальность у вас? Молото, кирку в руки? Или всё-таки пошли бы на какие-то уступки, на компромиссы, лишь бы только быть у алтаря? Александр. Нет, смотря какие уступки, это же вопрос. Игнатий. Вот Дмитрий Дудко говорит, я всё сделал для того, чтобы не отречься от веры и остаться у алтаря. На это я ему сказал, что он мой духовный отец, что очень неизвестно ещё, где мы полезнее и нужнее для Бога. Под алтарём, где душа вопиёт, или у алтаря? Александр. Его ошибка была раньше. Я ведь его знаю очень давно. Игнатий. К слову сказать, мы сегодня будем встречаться и вчера были. Он вам передаёт поклон, приветствие и приглашение на сегодняшнюю беседу. Александр. Меня сегодня люди дома ждут. Игнатий. То есть не приглашение, а сказать, как вы отреагируете на это и тогда уже в какое время. Самое лучшее у него к вам отношение и желание видеться. Александр. Я к нему приеду, давно уже собираюсь. Передавайте ему привет. Я его студентам ведь ещё знал. Игнатий. В чём была его ошибка и когда? Александр. А в этом и заключалась ошибка, что он в своих проповедях стал постепенно и незаметно изображать всё чёрное белым. Вот безбожненький чёрненький, а мы все беленькие. И вот нас, бедных тиранят, дайте нам волю, мы покажем. А покажем? Что мы покажем? Гора родила мышь. Ничего мы не покажем. Это ещё бог милостив, что нас не выпускает. А вот сейчас собери нас с духовенства к телевизору. Что они скажут о вере? Они такое наварят там, что лучше бы закрыть всё это. Понимаете, мы ни к чему не готовы, ни на что не способны. И поэтому я считаю, что он написал, напрасно задевал их. Мы не имеем права. Кроме того, он выступал в защиту совести, свободы совести. Так? Для этого церковь должна принести сначала публичное покаяние в том, что она притесняла свободу совести в течение веков. И потом уже говорить, у кого-то есть там сучок в глазу. Игнатий. И сегодня должен патриарх выйти перед народом как ездра и принести всеобщее покаяние в том, что сам не делал. Александр. Зато, зато казнили там еретиков, преследовали инакомыслящих. И тогда верующие могут сказать, да, вот мы покаялись и теперь мы призываем всех остальных. А это получается так, как у одного дикаря, когда миссионер его спросил, что такое добро. Он говорит, это когда я украду корову, это добро. А зло? Если у меня украдут корову. Получается так, когда церковники не давали ходу людям, это было добро. А когда, значит, церковников прижали, это зло. Ну что же это такое? Игнатий. Так вот, с церковными властями оказывается труднее бороться. С засилием старосты и двадцатки, когда батюшки все отдали добровольно. Александр. Не так добровольно все. И потом многие находят общий язык. Иногда многие старосты лучше настоятели. Лучше, честнее, я много навидался таких вещей. Лучше. А раньше, когда настоятель был полный хозяин, он безобразничал, ничего не ремонтировал. Вообще эти хоть имеют совесть. Так что тут дело такое сложное. Сложное. Игнатий. Я сейчас снова задам этот вопрос. Почему сейчас у священников нет проповедей? Я знаю ответ, поэтому могу сказать о возрождении. То есть то самое, с чего начинали проповедовать все апостолы, все пророки говорить. Главное сейчас одно. Вот не грешите. То есть вы говорите проповеди к людям, предполагая, что перед вами возрожденные стоят христиане, забывая, что здесь стоят те, которые самые настоящие язычники. Почему нет проповеди о возрождении, о благодати, о пролитой крови Христа? Не так просто, как лекцию прочитал плохой лектор. Не пора ли заняться чем-то другим? Как Ярл Пести говорит, если не ставим главной целью перед собой спасение грешников, а лишь бы причаститься. Александр. Если бы посмотрели учебники наши по проповедям в семинарии, вы бы поняли, почему такие проповеди? Там ничего про это не говорится. Игнатий. Я нахожу ответ такой, что начинать с пастырей, они сами невозрожденные и случайные. Александр. Ну, конечно. Игнатий. Вот маленький такой вопросик. Я увидел, что куриц здесь в этом доме. А вы здесь не случайный вроде человек, вас как пастыря принимают. Как вы на курево смотрите, Александр? Равнодушно. Игнатий. То есть, что он губит себя, умирает. Александр. Нет, ну, кому это опасно, я решительно против. Игнатий. Врачи говорят, всем опасно это. Александр. Ну, всем опасно. И вино опасно, и чай. А чай тоже можно, врачи говорят. Игнатий. Вы допускаете до причастия курящих? Александр. Да, но, конечно, не в этот день, разумеется. Игнатий. После причастия, если закурить, тогда уже ничего? Александр. Нет, в этот день они не должны курить из благоговения. Игнатий. А на другой день уже может курить, да? Александр. Я так думаю. Такого правила у нас нет, нигде оно не написано. Игнатий. А международный журнал писал. Журнал здоровья специально посвятил курению статью рак. Александр. Да, читал я это. Но, тем не менее, церковного правила такого нет, поэтому мы, Игнатий. А вот епископ Иннокентий применял этот грех равнозначно Содомскому. Настолько же он противоестественен под одно правило подгонял. Александр. Я думаю, что он не прав. Я знал очень многих приличных вполне людей, которые курили. Ничего, всю жизнь жили и умерли старше нас. Мы не доживем до таких лет. Я знал одного курящего врача-психиатра, который умер за 80 было. Конечно, это вредная привычка, что там говорить. Но считать за содомский грех это даже смешно. Игнатий. На внешнее смотрите как? Что бреют бороды, подбревают пастыри и прихожане. Это ничего не значит или все-таки о чем-то говорит? О внутреннем. Александр. Я считаю, что священник может носить бороду, может не носить. Конечно, все-таки принято у нас носить, но главное, чтобы видно было, что он священник. Если он не носит бороды, он должен носить какие-то знаки на себе или ходить в рясе, или носить крест, есть воротнички, чтобы было видно, что он не из стыда и страха, а просто из удобства. Игнатий. Значит, вы не считаете, что это какой-то образ данной мужчине от Бога. Подделывается под женщину, как протопоп Аввакум говорил. Блудодейный образ, Александр. Ну, я думаю, что это крайность, потому что нам нигде в Писании об этом не сказано. Игнатий. Отче, сказано. Сразу смотрите здесь, потому что Давид не пустил полубритых даже, пока в Иериходе не отсидятся. Александр. Без усы. Правила, которые были для за тысячу лет до Христа нам не указ. Это был Давид, это были все еврейские обычаи. Там они носили вот и эти, показал на виски, длинные волосы у мужчин. Пейси. Что ж, нам тоже носить? Обычаи меняются. Теперь каждый хиппи, каждый шпанам носит бороду, длинные волосы. Это еще ничего не значит. Это теперь не отличишь, что батюшка, что какой-нибудь прохиндей. Это необязательно. Взять старые иконы, все святители стриглись коротко. Все. На всех иконах волосы всегда были очень короткие. Возьмите Николай Угодник, Иоанн Златоуст, Василий Великий, все коротко стриглись. Так что это уже необязательно отпускать? Грязные, как индусские йоги ходили. Игнатий. О свободе духа почему мы не даем духу Божьему раскрыться в нас во всей полноте, чтобы нам даст Бог раскрыться в нас. Скрыть таланты. Вот это главная тема меня интересует. Страх перед тем, кто выше тебя. Церковный начальник, мирские люди. То есть, когда Бог побуждает тебя сделать, сказать, мы все пятимся, с ужимками, с заискиванием в глаза, заглядываем друг к другу. Как бы кому-то не повредить, а в первую очередь себе не повредить. Слишком все хорошо и тепло вокруг. Как из этого состояния нам выйти, Александр? Ну, во-первых, вокруг не так хорошо и не так тепло, я думаю. Вокруг и холодно, и часто бывает довольно плохо. Во-вторых, свобода духа – это не значит, что ты должен, как танк, давить своим мнением на всех. Свобода духа – это в том, чтобы уметь выслушать и чужое мнение. Я знаю, что есть разные точки зрения. Я их с удовольствием выслушаю. И я не обязательно и абсолютно считаю себя правым во всех вещах. Может быть, я где-то и ошибаюсь. То, что я твердо знаю, верой, сердцем и умом – это одно дело. Но ведь это же не все, некоторые вещи под вопросом. В спорном свобода, как я уже говорил, блаженный Августин учил. В главном – единство. В спорном – свобода, во всем – любовь. Игнатий – это не Тертулиан, сказал Александр. Блаженный Августин, сказал Игнатий. Странно, все разным приписывают. Александр – нет, это Августин, это точно, точно. Игнатий – не от Тертулиана он взял это. Александр – нет, нет. Игнатий – ну, вам лучше знать. Я только читал. Александр – ну, в общем, это слова хорошие. Игнатий – очень даже. Так вот, я еще об этой свободе духа хочу спросить вас. Как вы понимаете, чтобы ваши прихожане не оказались с закопанными талантами? Ну и, конечно, вы в первую очередь. То, что вы делаете, вы чувствуете на это призвание? Или, может быть, думали, что другое вам верено? О чем мы говорили? Начать все-таки вот то, что делается, перетряску. И, может быть, именно вам это поручено. Александр – но мне Бог говорит все это достаточно ясно. У меня здесь нет ни малейших сомнений. Уж тут-то все ясно. Игнатий – так, а вот вы думаете о дальнейшем? Что будет такое гонение на церковь в конце концов? И должен антихрист вас сесть. А часть уйдет в подполье. Как это будет? Александр – мои родители уже были в подпольной церкви. Для меня это не ново. Я сам крещен был в подпольной церкви. Игнатий – так, а как кадры будут? Сейчас уже выходите из мира или завтра? Александр – насчет антихриста я не верю. Я думаю, что это будет очень нескоро. Правда, мы никто не знаем ни дня, ни часа, ни времен и сроков. Но я думаю, все много наворотится на земле всякого и хорошего, и плохого. Игнатий – тогда этот вопрос у меня отпадает. Я хотел спросить о 2000-м годе вас. Вы понимаете события, что они продлятся и дальше? Александр – хронологию придумывают люди. У других народов это будет не 2000-й год, а иной. Это люди все придумывают. Игнатий – это примерно, я говорю. Александр – нет, нет, я считаю, вот мое мнение. Конечно, есть люди, которые, может быть, знают другое. Господь это скрыл от людей, тайну конца. Сам он, будучи человеком на земле, тоже ее не знал. Даже ангелы не знают. Только отец. Ну что же мы можем тогда сказать? Если история кончится сейчас, будет довольно странно. Я думаю, что она еще долго продлится со всякими зигзагами. Но для Бога это минута все. Игнатий, вы верите, что будет атомная термоядерная война или закончится иначе, по вашему мнению? Ведь вы читаете много исследовательской литературы, Александр. Возможно, но она не погубит весь род человеческий. Продолжится история все равно. Людей истребить не так просто, хитрый человек. Его не выковыришь. Игнатий, согласно откровениям, книгу «Апокалипсис» вы полностью признаете? Что все так и должно быть, Александр. Ну, это неизвестно, будет ли сейчас. А потом вспомним Иону Пророка, о котором мы начали. Помните, что там он говорил? Через три дня Ниневия погибнет. Однако она не погибла, потому что Бог изменил свое решение. Игнатий, но все равно она погибла, как Тавид сказал. Все равно Бог погубит, поэтому ты, сын, выйди из нее. Александр, но это уже было потом. Но через три дня она не погибла. Игнатий, но зависело от покаяния, нужно сказать. Александр, а может быть покаяться род человеческий? Ведь не все такие твердокаменные. Игнатий, не похоже что-то особенно сегодня. Александр, кто знает, кто знает. Это же история, это живые люди. Шанс всегда остается человеку. Нельзя сказать, что Бог все запрограммировал на катастрофу, что выхода уже нет, что мы все равно пропадем. Игнатий, когда к вам приходят сектанты, вы как их принимаете в лонах православия? Александр, с любовью. Никого не принимаю. Я считаю, что каждый должен оставаться там, где он есть. Игнатий, ну у них же нет таинства, нет рукоположенного священства. Александр, Господь разберется с ними сам. А у меня не было случаев. Игнатий, да при таком настрое и быть не может, если вам все равно, где они находятся. Александр, нет, ну просто у меня не было случаев. Я противник, когда люди переходят. Игнатий, но если вы знаете, что нет у них таинства, и что никто не ест плоти сына человеческого и не пьет крови его, то какое там спасение может быть? Александр, во спасении властен Бог. Он сам знает. Я никого не хочу переманивать и рекламировать, что вот у нас лучше приходите. Игнатий, значит, если от вас ваши прихожане уходят, вы сильно волноваться не будете? Александр, нет, я этим очень огорчен бываю. Игнатий, ну тогда я пойму только. Эта финансовая сторона уже интересует, Александр? Нет, нет, это подрыв духа братства. При экуминизме возможно только отсутствие прозелитивного, чтобы не заманивать друг друга. Мы можем знакомиться, общаться друг с другом, друг другу помогать, учиться, но каждый сохраняет свою дистанцию. Иначе он переманит, все пропало. Игнатий, нет, не переманивать, а открыть истину. Вы же пишите, чтобы открыть им истину. И когда мы им говорим, и они это видят, как у нас есть случаи, и они переходят оттуда. Александр, у них есть и частичная истина, частичная. Игнатий, ужас, какая частичная, ужас, где она, истина. Александр, ну у нас-то ведь тоже мы только что про наши дела говорили. Мы видим, что у нас. Игнатий, мы о догматике, отче, говорили сейчас. Александр, а у нас, кстати, в догматику проникает тоже это. И когда говорят о церкви, что не надо ей трогать ничего, это уже догматы церкви нарушаются. Если бы мы были церковью, мы как бы сказали, учитесь, как мы, у нас тоже нет такого права. Мне даже стыдно людей звать в православие, потому что куда я их позову? Игнатий. Вот так же у нас баптисты на беседах говорят. Мы убедились, истина у вас, но покажите нам один приход, чтобы мы могли взглянуть и сказать, с вами Бог. Мы опускаем глаза и ничего не можем сказать. Александр, ну вот, правильно. Поэтому я и не хочу никого переманивать, потому что ответственность на душу брать не хочу. Игнатий. На Западе канонизированы новые святые. Такой вопрос. Вам известно примерно, какие названы уже мучениками, канонизированы, как царское семейство. Лично вы признаете их за святых, не о которых нужно молиться, а уже которым можно хотя бы в тайниках души сказать. Молите Бога о нас, Александр. На Западе канонизировали Максимилиана Кольби, который умер в лагере за другого человека. Я этого признаю святым. Теперь, что касается тех, которые умерли за Христа в 20-е годы и прочие. Их даже не надо признавать. Они автоматически становятся мучениками. Их и канонизировать не надо. Это глупости одни. Мученик канонизируется своей смертью. Сама смерть его за веру канонизирует. Что касается царской семьи, то хотя император был, как говорят документы, человеком порядочным вполне, но тогда сколько погибало политических людей? Столько погибало белых, красных, царских, нецарских. За что их канонизировать? Это мне непонятно. Непонятно мне. Столыпин тоже убит. Он был порядочным. Что ж, мы его икону сделаем? Столыпин православный был человек, и Россия и хотел пользу. А мы сделаем икону Столыпина и будем ему молиться? Я не понимаю. Игнатий. А Иоанн Кронштадтский? Александр. Иоанн Кронштадтский, безусловно, чудотворец. Моя прабабушка им была исцелена, я это знаю. Она дожила до меня. Человек, безусловно, высокого духа, я думаю. Я и до канонизации всегда призывал его имя. Игнатий. В личном порядке часто вопрос задают, и мне вас хотелось спросить. Сейчас призывают человека в армию. Они клятву приносят. Это одновременно и клятва, сама присяга. Если к вам обращаются с таким вопросом, вы что-нибудь отвечаете или говорите, как ваша совесть подскажет? Александр. Я гражданскую клятву не признаю. Священная клятва является лишь торжественным обещанием члена данного общества, данного государства. Защищать свое отечество. Я сам такую присягу приносил, и даже с бородой при этом был. И у меня есть фотография, я с автоматом. Я приносил без малейшего колебания, потому что я, если нужно, буду защищать свое отечество. Игнатий. А почему Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст категорически против какой-нибудь клятвы? Александр. Вот эти клятвы тогда были священными клятвами, понимаете? Игнатий. Нет, друг другу просто говорить. Мясо продают кусок, клянутся. Я тебе клянусь. Александр. Нет, когда клянусь, это значит, я погиб. Если... В общем, это было священное такое, с призыванием. Но это же то, что у нас в неверующем мире. Там ничего такого священного быть не может. Это просто торжественное обещание и все. Игнатий. Вот часто рассуждают еще такой вопрос, что я не по Писанию. Это буквы убивают. Дух животворит. Священники любят это говорить. А я интуиции. Я чувствую, что так надо поступить. И вот основной критерий его поступков. Я так чувствую. Александр. Если это противоречит Писанию, это неверно. В Писании все таки сказано. Что только так надо понять, о чем там говорится. Да мало ли что нам взбредет в голову. Игнатий. Значит, вы своих прихожан так учите, чтобы они все-таки жизнь свою сравнивали по Писанию. Александр. Ну а как же иначе? Нет, мы думаем обо всем этом. Вынашиваем все эти идеи. Это все непросто. И вы тоже не в один день ко всему пришли. Для этого требуется время и общение. И знаете, когда были перемены в церкви какие-то, обновление какое-то, оно тоже было не с бухты барахты. Оно подготавливалось десятками, а иногда даже сотнями лет. Подготовка нужна. И мы сейчас готовим почву для будущего. Семь семена. Игнатий. У вас все-таки идет разговор, что все это должно начаться сверху или снизу. Александр. И сверху и снизу. Тот, кто будет сверху без низа, это пустое. То, что будет снизу, а сверху ни шагу, то этого может никогда и не получиться. Надо, чтобы охватывала всю церковь. От епископа до рядового прихожанина. Игнатий. Вы дали ответ самый такой, который я ожидал услышать. Положительный. Ну а как же теперь с вами иметь общение? Если пастырь одно отбарабанил, как его учат, и поскорее другими дверьми. Архипастырь его так научает. И домой. Чтобы тебя никто не остановил. А то дядя уполномоченный тебя увидит с паствой. Как же с вами разговаривать, когда с вами чашку чая негде, нельзя нигде выпить даже? Александр. Ну, пробуем. Вот пришли в избу и сидим. Игнатий. Но это для нас редкость такая, что заодно это полюбить вас надо. Александр. Да, ну что делать? Игнатий. Когда вы, священники, между собой разговариваете, скажите, ведь мы на Олимпы забрались, мы чужие для народа, народ нас не понимает. Мы перекликаемся с дьяконом, открываем двери, закрываем, что-то бегаем, суетимся, хор о чем-то там поет. А прихожане ходят, ставят свечи. Так что это у нас за церковь? Один говорит, что если бы зашел апостол Павел, то первый вопрос он задал бы такой. Какой веры эти люди? Александр. Да, верно, верно, верно. Но очень далеко зашло дело. Я вам скажу так. Люди стали строить дом для своего господина и забыли, для чего строят. И строят, и строят, и строят. Зачем его строили? И нагромоздили непонятно зачем. Забыли цель. Игнатий. Так, последний вопрос тогда. Относительно авторитета. Почему священники не боятся Бога и вместо Бога себя поставили? Что им поклонение? Их слово авторитет не ссылки на священное писание. Они не могут никак понять, что на авторитете как раз и будет антихрист сатана все строить. Александр. Александр, боюсь, что это просто выдумка, которую переняли у монахов. Монахи ведь дают послушание своим духовным чадам. Его надо выполнять в любом случае. Это условие такой монашеской жизни. Вот тебе говорит твой духовный царь. Делай так. И ты хоть разбейся, сделай. Но это в монашеской жизни. Там уже принято как условие. А в нашей жизни, вне монастыря, священники имеют право только советовать. Вот если я говорю так, значит, я говорю на основании слова Божия. Игнатий. Я говорю из того, что приходится видеть. Все время на моем хребте борозды проводят. Приходит человек и спрашивает. Как? Я открываю место писания. Показываю. И какой святой отец говорил. Но ей не подходит никак. Она идет к батюшке. И батюшка разрешает совсем по-другому. И теперь она натравливает его на нас. И священник. Ага. Игнатий идет против священства. Ну, естественно, против. Получаются для нас самые большие враги в церкви священники. Александр. В католической церкви, когда у священника спросишь, он даст ответ. Пойдешь к другому, тот же ответ. Все дадут один и тот же ответ. Там нет этой нашей неразберихи. Игнатий. Ну что ж, значит, они смогли. Значит, к этому и мы должны подходить. Александр. У нас тоже должна быть школа, которая дает основу писания и традиции церкви. Чтобы люди все имели, чтобы не выдумывали от себя. Но опять-таки, когда это будет? Игнатий. Простите, отчая, за беспокойство такое. Сердечно благодарим вас. Александр. Вопросы такие очень сложные. Видите, я вам открыл. Я человек достаточно откровенный. Игнатий. Вот хочет задать брат вопрос. Спрашивай. Брат. Я об акте курения и клятве. Есть такое мнение, что в акте курения существует мистический подтекст. То есть, курение как действие языческое, призывавшее бесов для поклонения. Оно и сейчас таковым является. И куря, человек из присутствующих. А откуда курение пришло, брат? От американских индейцев, от их ритуалов. Александр. Пришли и другие вещи. Откуда мы взяли чайник? Чай тоже был ритуальным. Кофе тоже был ритуальным. Тоже, кстати, пришел за ним. Есть растения, которые являются человеку не пищей, а возбуждающим средством. Это табак, чай, кофе, какао и вино. Водка, например, спирт. Но люди пьют водку, это же не пища. Игнатий. А как сделать, чтобы мы отказались от всего этого? Александр. Человек имеет право. Знаете он, Игнатий. Я говорю, придут православные. В моем же доме начинают. У тебя заблуждение, ты сектант. Александр. Один человек не церковно называл подобное детскими болезни левизны. Игнатий. Просто человек знал, что говорил. Александр. Понимаете, ничто из Писания еще не вошло в человека, а он хочет быть святей самого Папы. Игнатий. Да притом все до единого. Такие были рьяные приверженцы сектанства до перехода в православие. И когда они приходят, я теперь начатком являюсь для них в прямом смысле. То есть здесь они услышали. И только одно против меня обвинение. Вот это у меня сектантское. Но я не скрываю этого. В самом деле я сторонник русского языка. И не привязан так, что без иконы мне некуда помолиться. У меня иконы есть. Они и должны у меня быть. Но я не считаю, что без иконы Бог перестал существовать. Александр. Даже если все иконы в мире сгорят, молитва от этого не прекратится. Апостолы молились лучше нас. Однако у них не было икон. Правда? Игнатий. Я забыл еще один вопрос задать, но теперь уже поздно. Об эволюции. Сторонник ли вы? Сторонник ли вы? Александр. Да, да, сразу говорю. И тут вы меня не собьете. Игнатий. Это отдельная тема. Не буду трогать. Александр. Я не сторонник, а ревнитель эволюции. Ревнитель. Игнатий. Но я думал, вы говорите о духовной эволюции. Александр. Нет. И эволюция земли, и природы. Дарвинизм – это один из вариантов. Если вы имеете в виду природу. Игнатий. Да, о сотворении человека. Разовый акт – это все-таки от обезьяны поднимался потихоньку он. Да, о сотворении человека. Разовый акт – это. Или все-таки от обезьяны поднимался потихоньку он. Игнатий. Безусловно, поднимался. Александр. Безусловно, поднимался. А разовым актом было внедрение ему бессмертной души. Игнатий. На каком это основании вы сказали? Докажите мне, а я покажу вам, что Писание говорит «вдунул дыхание». Александр. Вот в тот момент, когда он вдунул, вот это и было сотворение человека. А вот персть земная, прах земной – это было развитием. Игнатий. Это у вас по откровению какому? Или по научению от кого? Александр. О, это очень долго говорить. Это и научение, и откровение, и все, что хотите. Это особый разговор. Здесь я абсолютно убежден. Игнатий. А верите, что после смерти будут ад и вечные мучения, и безвыходное, и нескончаемое? Александр. Более того, верю, что уже до смерти еще бывает. Игнатий. Но того огня нет. Именно о мистическом рассуждении Зосимы. Александр. Но огонь не такой физический. Игнатий. Но мы не знаем, какой он будет. Но главное, что богач мучается. И там дым во веки веков. И что там, может, совесть мучает и снаружи. Мы не знаем. Но во всяком случае, в бессмертие души и мучения верите? Александр. Абсолютно верю. Игнатий. Слава Богу! Остальное менее важно для меня. Александр. Рай, ад, уже предчувствия есть. Когда человек молится по-настоящему, он предчувствует рай. А когда он в грехе, он предчувствует ад. Игнатий. А когда вот так собирается у вас близкий кружок? Это уже частное дело. Вы допускаете, чтобы была бутылочка на столе, купленная в магазине? Александр. Когда собирается для дела Божия? Нет. А если справляет именины, мы вспоминаем, что Христос всегда, его даже называли ядца и пийца. Я не любитель пить, но разрешаю вполне, кто может, а кто не умеет пить лучше. Игнатий. А если ваш прихожанин напьется, лежит пьяный, вы насколько отлучите его от приобщения тайн? Александр. Это зависит от человека. Это всегда надо решать конкретно. Игнатий. Вы решили раз, проходит время, он снова впал. Александр. Ну, в общем, это недопустимо все-таки. Это недопустимо. К счастью, это у нас не очень распространено. Игнатий. А если будете знать, что у него начало вот от этой маленькой, что на столе, наперсток выпил? Александр. Надо уметь пить. Все надо делать с умом. Игнатий. Но, видя, что весь народ запился, не лучше ли сказать, давайте все-таки не будем пить? И так мир погибает. Александр. Да, но тут слабость. Надо уметь выпить. И быть на человеческом уровне. Женский голос. Игнатий. Пожалуйста, переводите. Игнатий. Царь небесный, утешитель, дух истины. Игнатий. 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 Это означает делаться видимым, как написано у апостола Павла. Бог явился во плоти и показал себя ангелом. И евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял он и через Деву Марию, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, голос. Но теперь своими словами. Игнатий. Значит, принял на себя плоть и сделался подлинным человеком с душой и телом. Вот в Библии пишут о шептунах. Сегодня слышим. Бабушки подходят и говорят, что я, мол, лечу от Сибирки, заговариваю, ножом черчу, молитвы читаю. Священники одни настрого запрещают. Это подводят под правила вселенских соборов, отлучают на 18 лет за такое дело. А иные говорят, так она же делает хорошо. Но я не слышал, чтобы кто-то прямо сказал из священников, что благословляет на это дело. Но бабушки так говорят. Лично вы как относитесь к этому лечению? И есть ли оно там, лечение? И кровь заговаривает, и помогает. Александр Минь. Есть люди, которым дан дар такой исцелять. Если они это делают с молитвой, то никакого не может быть возражения против этого дара. Ну а всякое там колдовство и прочее, все это лишнее и все ни к чему. Но дар бывает такой. Бывает. Некоторые люди имеют его просто от природы. Вот родились, и это как талант. Но вообще исцелять молитвы нам не противопоказано, а заповедано. Посмотрите последнюю главу Евангелия от Марка. На недужных руки возложат. Значит, если это по молитве, то вреда нет. А всякий заговор – это все уже суеверие. Игнатий Лапкин. Я читал в русском слове, кажется, еще такие монастырские листики были. Там один схиегумен, старец был, и к нему пришел с такими наклонностями человек и стал исповедовать. Тоже старец зрелый. И духовник его называет сыном дьявола. Когда ты откроешь сердце свое? Он говорит, я все сказал. Он до вечера продержал его на исповеди, на беседе. И только тогда тот в конце сказал, что он говорит еще некие слова. Скажи, какие? Оказывается, что на месте Христа стоит сатана. Так вот, каждая бабка шепчущая. И у нее дети неверующие. Сама занимается чем попало. И бывает пьяницей. И удивительное дело при этом лечит. Откуда этот дар? И почему она обязательно шепчет? Узелки завязывает. Александр Минь. Не обязательно. Я многих знал, которые не завязывают, не шепчут, просто читают молитвы, накладывают руки. Что касается, что дети пьяницы, так и у святых людей дети бывают пьяницами. А у хороших бывают не обязательно хорошие дети. А у плохих бывают святые. У плохих родителей бывают святые дети. Так что тут на всех одну мерку не примеришь? Надо смотреть, что за человек действительно. Но если этот старец, почему он его держал? Если это не выдумка, вся эта история, потому что он чувствовал сердце, что здесь что-то нечисто. Потому он его и держал. А могло быть и чисто. Почему же нет? Игнатий. И лишь в конце вечера он сознался. Александр. Ну, он уже достал его действительно. К нему приступил как следует. Для чего же он так к нему приступал? Потому что он чувствовал, что там нечисто. Игнатий. Вот я обычно с кем встречался, то когда начинаешь глубоко-глубоко копать, как правило, то, что скрывает человек, связано с темной силой. Александр. Бывает так, но это не всегда. Нельзя это применять ко всем случаям. Потому что... Потому что же у нас получается? Нам заповедано исцелять. А мы даже боимся этой мысли. Игнатий. Если болен, позови пресвитеров. Мы знаем двух врачей. Поликлинику и батюшку. Александр. Верно, но это от нашего маловерия. А вообще-то каждый может молиться и исцелять. Так Господь говорит, что знания верующим даны всем. Не только батюшкам, а всем. Но не должно руки возложит. Это сказано не только о духовенстве. Не для апостолов это. А это знак всем верующим. Марка 16-18. Будут брать змеи. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Игнатий. Я много слышал про Гришку Распутина. Что вы лично думаете? Что это за личность была и почему именно он имел такое влияние на царя? Александр. Это тоже от природы. Есть люди, которые обладают такими способностями. Это, в общем, неизученная вещь. Это способности, близкие к гипнозу. Огромная жизненная сила. Вы знаете, что Распутин отравленный, расстрелянный, довольно долго жил под водой. Но не в этом дело. Таких людей есть много. Добрый употребляет эти данные в добро, злые во зло. Почему у него было влияние? Потому что царь в себе как бы воплотил трагедию православного народа. Вместо того, чтобы искать истинные мудрости в Слове Божьем и в тех, кто на это слово все положил и глубоко в него внедрился. Все время искали старцев. Вот эта приверженность к старчеству осуждена Спасителем. Христос прямо говорил, что предание старцев – это то, что человеческое. И вот нам надо обязательно искать каких-то старцев, чтобы они прорекали, чтобы они изрекали. И вот эта ошибка жестокая. За нее поплатился и царь, и все остальные. Они искали обязательно старцев, которые бы изрекали. Чтобы не от Бога все получить свободно, а чтобы вот. Скажи, Гришенька, отправлять армию или не отправлять? Это языческое представление. И вот они нашли себе старца. Это как бы бес над ними посмеялся. Но смех-то был горький. Поиски старцев очень часто приводят людей к шарлатанам. Кроме того, вообще старчество – чисто монашеское дело. Старица – это значит духовник монастыря, который дает человеку послушание. И тот обязан в силу своего монашеского звания слушаться его в любом случае. А у нас все это забыто, и теперь старец вылезает, любой там. Многие даже священники и белое духовенство начинают старчествовать, говоря. Вот я тебе за послушание даю то-то и то-то. Это все выдумка, от себя тяна. Это все от себя тяна. Вот на этом и пострадали те люди. Голос. Вы читали книгу? Многоточие. Александр Мень. Да, я читал много книг по этому вопросу. Игнатий Лапкин. Так вы считаете сейчас, что старчество уже ушло, и оно изжито? Александр. Нет, оно должно быть. Где оно должно быть? То есть в монастырях. Игнатий. А если как старший товарищ опытный, которому обращаются за советом? Александр. Это духовник. Духовник может дать совет, но никогда не может сказать. Ну, я тебе даю за послушание, сделай так. Если уж мы так говорим настойчиво, только в тех случаях, когда это воля Христовой Церкви, несомненно. Приходит женщина. Женщина и говорит, мне надо обязательно вытравить ребенка. Мне неудобно его родить. И когда я говорю, что это безусловный грех, и что никакого не может быть сомнения, если это не от себя, не то, что это мое личное мнение, я говорю о Церкви. А когда мне говорят, отдавать ли сына учиться или пускай идет в армию, так, естественно, я могу ей только посоветовать, а ее свободная воля решить. Если, конечно, она всегда будет поступать против моей воли, то какой же я ей духовник? Естественно, у нас контакта нет. Игнатий. Вы мне разрешите кое-что из личной вашей жизни спросить? Александр. Пожалуйста, если не секрет, скажу. Игнатий. Вот вы сказали здесь о духовнике. Какой роль в вашей жизни играет личный духовник? И есть ли он у вас? Александр. Есть. Ну, какую роль? Я у него исповедуюсь, и он дает мне советы. Игнатий. Ваше мнение относительно священного писания, тех исследований, которые вышли из-под вашего пера. Он все знает? Александр. Да. Игнатий. Как он смотрит на это? Александр. Очень хорошо. Игнатий. Так, а вышестоящий архиерей читал те книги, которые вышли у вас? Александр. Мой духовник епископ. Игнатий. Вот как? Я подумал, что какой-нибудь монах был. Александр. Нет, он епископ. Игнатий. А патриарх знает о том, что вы писали об исследовании Библии? Александр. Да разве патриарху до этого? У него свои дела, чтобы заниматься этими вопросами. Он читал, когда был митрополитом. Мои статьи и высоко их ценил. Игнатий. Значит, вы лично у духовника бываете не только на исповеди, но и беседуете с ним? Александр. Да, разумеется. Игнатий. И то, что у вас эти исследования есть, как вы до этого доходили, он интересуется этим? Александр. Специально нет, но он все это читал и одобряет. Игнатий. Значит, я буду, может быть, хоть не совсем прав, но считаю, что если что-то у вас было неправильно, за что вы понесете ответственность, как и любой из нас, то и духовник, то и духовник, одобрявший вас, также будет разделять участь вашу, и положительно, и отрицательно. Александр. Надеюсь, надеюсь, что... Но поскольку он совершенно уверен, то и я уверен. Игнатий. Да, но ведь не было ни одного, который в аду сидит, и чтобы не был до конца уверен. Даже в любой партии, группировке, религии. Александр. Тогда вообще жить нельзя. Тогда вообще каждый раз можно сказать. А если так? А может так? А может так и может так? Игнатий. Значит, он проверяет по слову Божию? Александр. Конечно. А в слове Божием противоречий полно. Так что же тут... Так что тут вопрос тоже не такой простой. Кто будет цепляться за слово Божие механически, тот может надергать оттуда цитат противоположных, сколько хочешь. Один будет оправдывать мир, а другой будет оправдывать войну. И каждый будет приводить цитаты из Библии. Игнатий. Я слышал, что 153 тысячи противоречий нашли. Александр. Да, в 12 веке был богослов Петр Абеляр, который все эти противоречия вытащил. В 12 веке. И написал книгу «Да и нет», в которой привел отцов церкви и священного писания противоречия и объяснил, почему. Игнатий. Ну вот я лично вопросы задаю. Они не тайны для вас? Александр. Нет. Игнатий. Еще из личной жизни тоже. Что вы знаете в оригинале? Какими языками владеете? И что на этих языках читали? Александр. Но я в основном читаю по-английски. Игнатий. Вы свободно разговариваете? Александр. Нет, я не разговариваю, мне не с кем разговаривать. Я с иностранцами не общаюсь особенно. Игнатий. А древнееврейский язык вы его знаете хорошо? Александр. Ну, во всяком случае, я могу переводить и читать. Игнатий. А греческий? Александр. Тоже. Игнатий. Вот сами вы себя как оцениваете в этих познаниях? Примерно на каком уровне у вас? Если взять, допустим, вот как Хвальсон Даниил Абрамович был. Александр. Нет, ну, тот был, конечно, настоящий специалист, филолог. Мне, конечно, далеко до него. Игнатий. Так, следующий вопрос напрашивается. Его как звать-то было? Александр. Хвальсона? Игнатий. Даниил Абрамович. Александр. Да, кажется, так. Игнатий. Если он такой первоклассный ученый с западноевропейским образованием, основную часть перевода сделал, как Павский. И они не сомневались в том, что только так в основном кажется. Александр. Ну, это все было давно. Они умерли сто лет назад. Это все с этих пор такое количество сделано. Да, насчет Библии вы знаете что? Вот я специально передал рукопись, вернее, эту штучку. Вы могли послушать. Я там изложил. Игнатий. Но я тогда еще спрошу, потому что там вы, может быть, сами излагали. У меня вопрос, может, несколько иначе будет поставлен. Александр. Но, в общем, я могу еще пояснить, что всякий перевод есть уже своего рода толкование. Потому что слова на одном языке имеют один оттенок, на другом – другой. Когда Господь говорит «Друг, для чего ты пришел?», то там стоит не «друг», а «эт-тайер». «Эт-тайры» – это не «друг», а перевести нельзя. «Эт-тайры» – это «товарищ». Это уже более оттенок такой. Спутник, участник. Он уже не называл его другом. А человек, который читает только по-русски, он будет думать, что в этот момент Господь назвал как бы лицемерно «другом». Он не называл его другом. Он называл его «эт-тайры». Друг это совсем не подходило в этой ситуации. Игнатий. Почему об этом спрашиваю? Я сам занимался переводами. Сколько-то знаю немецкий, английский, французский. Занимался испанским тоже. Но все-то так, хотя немцы даже не отличали меня, что я не немец. С англичанами беседовал. Александр. Замечательно. Игнатий. Да, но все это в прошлом. Я даже в стихотворной форме переводил. Какие вольные переводы у них есть. Но я знаю, насколько это дело трудное. И при том перевод не с самого оригинала. Но ведь в чем еще у меня нет стопроцентной уверенности, что он есть оригинал. С чего я перевожу? Или перевожу я саму ошибку? Александр. Для этого существует особая богословская наука. Называется текстуальная критика. Она пытается восстановить библейский текст наиболее близко к оригиналу. Игнатий. Лично вы какими оригиналами пользовались? Я только о Библии сейчас говорю. Александр. Библия Брайта. Издание Киттеля. Единственное в мире. Игнатий. Так, сами манускрипты, с которых перевод делался. С кодекса Тишендорфа. С вульгаты. Александр. Библия и Брайта содержат все эти кодексы. Все-все. Игнатий. Вы уверены, что то, что было напечатано, без повреждения? Александр. Это не я уверен. Это делается для всего мира. Это полиглоты. Для всего мира делается Библия и Брайт. Она включает в себя все, что есть из рукописи. Все варианты. Отклонения. Все. Такой же есть Новый Завет. Игнатий. Тогда на том познании, на котором вы стоите, или когда изучали, допустим, писали про Библию, чтобы перевести Новый Завет, и вас от всего освободить, чтобы вы занимались только переводом. От семьи, от всего оторвать. Как в келью посадить, сколько вам потребовалось бы времени? Александр. Но этого я не знаю. Перевести просто, ну, несколько лет надо, считаю, для этого. Понимаете, тут есть сложность в том, что мало передать точно мысль. Но надо ее еще передать так же прекрасно, как она звучит. Игнатий. Главное учитывать, что ни одного слова нельзя добавить. Даже ставшее добавочным слово, написанное курсивом, должно быть написано. Александр. Да, конечно. Игнатий. Оригинал должен быть соблюден полностью. Александр. Все равно никакой перевод не может быть. Игнатий. Но года за два перевели бы, Александр. Трудно сказать. Ну, не знаю, я этого не могу сказать. Потому что, понимаете, найти соответствующее слово, которое бы точно передавало то слово, это не так просто. Сделать подстрочник вялый, скучный. Сейчас вот сделали в Ленинградской академии. Трудно читаемо. Трудно читаемо. Игнатий. Вы лично сами гекзаплы Оригена читали? Александр. Нет. Но все то, что этого касалось, содержится в этом труде. Библия Брайта. Игнатий. Ну, я думаю, тут не секрет никому, что это был специалист, каких, может быть, столетия не имели. Александр. Да. Но теперь уже все иначе выглядит, конечно. Игнатий. Поясните, что вы имеете в виду иначе? Если то слово, которое понималось так... Если то слово тогда понималось так, а ныне... Александр. Видите, дело в том, что Ориген четко нам дает, какими рукописями он владел. Сейчас, благодаря раскопкам, мы нашли гораздо большее количество рукописей. И многие из них принадлежат периоду до Рождества Христова. Впервые можно сказать, свитки, которые написаны до Рождества Христова. Игнатий. Явных противоречий, если нет, то... Александр. Нет, нет. Тысяча разночтений, тысяча вариантов, которые находятся в Библии. Они никогда и в этом чудо в Священном Писании не нарушают главного духовного смысла. Игнатий. Вот этот новый заграничный перевод Нового Завета Виссариона у вас был? Он вам нравится? Как он вам нравится? Александр. Он более точный, но, к сожалению, литературно слаб. Игнатий. Чем вы объясните то, что так сильно язык изменился со времен Петра Первого? Это тоже я хочу в подстрочник наметить. Почему он менялся до определенного момента? И вдруг язык Пушкина? И как будто все остановилось. Язык Библии сто лет назад и сегодня читаем. И ничего не нужно менять. Почему? Что послужило закреплению языка на этой стадии? Какие труды? Может быть, что-то распространялось в это время особенное? Александр. В любой стране происходит изменение общего ритма жизни, общего культурного фона, обмена с другими странами. И сейчас, наверное, никто не говорит в Англии так, как говорили во времена Байрона. Так же, как сейчас не говорят, как во времена Пушкина. Язык всегда меняется. Если мы возьмем Библию, то мы сразу отличим там язык наиболее древних частей. Или взять самую позднюю книгу «Премудрость Соломона». Она уже написана иным совершенным языком. Это даже видно в переводе. Все меняется. Просто история идет. Люди как-то меняются. Игнатий. Я сейчас о русском переводе. Если читаем русский перевод, почему он закрепился именно с этого момента? Если же взять прямо от Петра I, то все указы Петра на церковно-славянском. Почему внезапно язык остановился? И дальше читаем Библию. Сегодня она родная, близкая, как будто вчера написанная. Почему? Что послужило закрепление языка вот в этих рамках? Александр. Не знаю, никогда не думал. Я просто считаю, что любая книга, а священное писание в первую очередь, нуждается в систематическом переводе. Что переводить любую книгу надо каждый 25 лет заново. Игнатий. Любую может быть, кроме Библии. Любую, может быть, кроме Библии. Александр. С Библии надо начинать, потому что она для нас важнее всего. А мы читаем ее все-таки в передаче, в интерпретации, в переводе. Мы читаем не Библию, а мы читаем в общем-то то, в общем-то то, что надумали на эту тему люди сто лет назад. Библия нуждается в постоянном переводе. Сейчас на Западе выходят десятки переводов. И человек, который хочет углубиться, не зная языка, он имеет возможность познакомиться с Библией в новых переводах, потому что язык меняется. Игнатий. Ни одно стихотворение, ни одно произведение не имеет таких корней в сердце человека. И особенно русского человека, столь претерпевшего, как Слово Божие. Если там все-таки, как вы говорите, нет тех ошибок, которые влекли бы к погибели, как вы в прошлый раз подтвердили, и эти разночтения весьма незначительны, но даже одно слово переставить – это ранит сердце. Оно уже заучено. Этим человек живет. Это ежедневные его молитвы. То, ради чего стоит это смущение вносить. Александр. Если так говорить, то давайте все по-славянски оставим. Потому что раньше это тоже ранило людей, когда они по-русски что-то услышат. Тогда давайте остановимся и вернемся назад, и вообще ничего не будем вносить. Игнатий. То было непонятно. Мы сейчас говорим о понятном. Александр. Многие вещи в церкви изменялись. И если думать, что не надо никого ранить, тогда и старообрядцы были правы, что ничего нельзя с 17 века менять, и вообще ничего не надо менять. И вообще правы были апостолы, иаков, что надо было всех в обрезание вводить, и Ветхий Завет. А потом креститься и жить всем бы иудею, хотя и в христианстве. Потому зачем менять? Это же Бог дал все эти законы, заповеди. Никто их не отменял. Если мы начнем пятиться назад, мы Бог знает, куда придем. Церковь – это живой организм. Об этом говорит нам Священное Писание. Это дерево, которое растет. Нельзя его загнать обратно в семечки. Это живая жизнь. А жизнь, она меняется, она проходит. Конечно, кому-то там, любителям старого, вот сейчас во Франции целая толпа, понимаешь. Людей не хотят во французский службу, и все. Хоть и Папа им говорит, все. Все там отлучили от епископа, и все. Служит по-латински, и все. Ну, потому что ранит их сердце французская бедня. Ему нужна латинская. Но жизнь требует того, чтобы кончать с латынью. Эти люди перемрут в следующем поколении. Будет все просто. И эти люди, которые у нас сейчас живут, когда они получат новую Библию, скажем, через 20-30-40 лет, постепенно это уйдет. Игнатий. Вот я лично не верю. Думаю, очень уж родной и близкий язык. Не изменился перевод? Александр. Не изменился, верно, верно. Не изменился. Но дело в том, что все-таки есть целый ряд причин, которые перевод требует новый. Например, в послании апостола Павла есть просто место. Совершенно неправильно переведенные. Есть просто места, совершенно неправильно переведенные. Просто непонятно, о чем идет речь. Ветхий Завет переведен точно примерно процентов на 60. Процентов на 40 там просто с потолка взято. Игнатий. Три духовные академии. Такие ученые. Александр. Ученые какого времени? Какого времени? Игнатий. Сто лет назад. Александр. О, библейская наука стала развиваться как раз с конца прошлого века. Игнатий. Но Библия – это же не библейская наука. Это Слово Божие. Александр. Я вам дал специально вот эту штуку, чтобы послушали, пока меня ждали. Тогда было бы все ясно вам. Игнатий. Тогда опять к этому же я возвращаюсь языку. Александр. Слово Божие и Слово Человеческое. Не надо забывать, что Библия – Богочеловеческая книга. Иначе мы забудем все. Игнатий. А почему написано «Писали человеки, но движимые, Александр, Духом Святым». Писали человеки, движимые Духом, но человеки. Христос был человек, но Бог. Бог, но человек. Если мы одно звено уберем, все рушится. Если мы уберем человека, как автора Священного Писания, то мы впадем в ересь монофизитства. Если Библия будет только Словом Божиим. А на Слово Божие и Слово Человеческое одновременно. Как Христос есть Бога-человек. Игнатий. Но это о Христе. А где в Библии сказано, что она именно Слово Божие и Человеческое? Она называется только Божия. Только Божия. И только Божия. Ни одного места нет. Что? Александр. Есть, есть. Ну как же, сказано. По жестокосердию вашему. Христос говорит о Моисее. Значит, Моисей, прежде чем записать Слово Божие о разводе, он подумал, что эти люди жестокосердны. Значит, он это изменил. Есть много. Это долго рассказывать. Игнатий. Так вот, если взять сейчас плодовое дерево, и оно разрастается. Если дерево без контроля, оно вырождается. А в саду оно пускает ветви, на которых нужно делать прививки. Александр. Садовник нужен. Игнатий. Но если внутри ограды, то там другой садовник начинает свои прививки делать. Александр. Нет, должен быть один садовник. Игнатий. Ну а теперь смотрите. Сейчас в настоящее время примерно около 6 тысяч христианских сект на земле. Каждые полторы недели появляются. Александр. Это партизаны, это же не садовники. Игнатий. Но они прививают к этому дереву. Они доказывают, делают перевод. Александр. Это пастырство, которое должно с самого начала руководить церковью. Для чего нужен садовник, чтобы дерево шло в нормальный рост? Игнатий. Вот в этом вся трудность. Вот в чем дело. Когда спросили одного старца, в чем причина такого разногласия у людей, он говорит. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Смысл в слове сели. То есть не садил их никто, самостоятельно они сели. Я не хочу далеко уходить. Из двух зол, может, это и не по-евангельски будет звучать, выбирать меньшее. Но оно как-то в жизни у нас так бывает, то, что лучше, когда только допустили чуть-чуть изменения в службе, и оно пошло бесконечно дробиться. Но это всего лишь служба, действительно человеческая, может быть. Но когда в слове Божьем допустили чуть-чуть отклонения, 11 книг совсем улетели. А отдельные главы сектанты выбросили, начали снова переводы. Что же лучше, оставить как есть? Пусть это будет анахронизмом, пусть это названо будет консерватизмом, но все-таки я знаю, что это в лоне церкви. Этот путь проверенный или же допустить? Александр, он не проверенный. Этот путь привел нас в тупик. Вот к чему это сказано. Игнатий, именно я хочу узнать сейчас о Библии. Как Библия нового перевода столетней давности привела нас в тупик? Я о переводе Библии. Александр, а потому что она хотя и по-русски написана, но многое там недостаточно ясно. Хотя бы послание апостола Павла. Игнатий, одно хотя бы место назовите, какое непонятно. Александр, много, много, очень много. В посланиях апостола Павла много, много, почитайте сами. А уж по-славянски там вообще, так вообще там. Посмотрите псалмы, псалтырь на церковно-славянском. Игнатий, а я его не то, что читал, я заучиваю. Александр, церковно-славянский псалтырь, вообще там набор слов, просто набор слов, не касающийся смысла никакого. Игнатий, вот я спросил, сколько бы лет переводили. Почему? Я спросил про святого Жерома Иеронима. Он 30 лет день и ночь в посте и молитве. Ифлеемской пещере безвыходно. Притом человек, знающий совершенно одинаково три языка. Родной, 30 лет. Александр. Он же переводил всю Библию. Не забывайте, что он не сидел с утра до вечера и переводил. Он в это время и писал. У меня 24 тома его творений, которые он написал в течение этих 30 лет. Плюс он занимался с людьми без конца. Плюс еще сначала редактировал старый талисский перевод. И только в конце он взялся за свое вульгату. Так 14 лет. Это вообще всего его научной и литературной работы. Игнатий. Он делал от начала и до конца перевод. Хотя в это были и другие вкрапления трудов его. Александр. До таких трудов целая полка. Целая полка. Этого хватит на пять жизней. Игнатий. Надо же было таинственный смысл слова подыскать. Я хочу сказать, с какой тщательностью подходили к этому переводу. Почему он наравне с древнееврейском, наравне считается католиками? Александр. Да, они высоко ценят его. Высоко ценят. Потому что это все-таки перевод такого особенного человека. Но надо сказать, что католики сейчас создали новоамериканскую Библию. Очень хорошую Библию каноника Асти. Иерусалимская Библия сейчас переведена на все языки мира. Это прекрасная Библия. Католических новых Библий полно. Хотя они ценят вульгату. Но все это, да, собственно говоря, это разговор, как говорится, без хозяина. Потому что у нас тут никто переводить не будет. У нас Библию-то нельзя достать. Постоянно в переводе синодальном. Об этом речь. Чтобы у нас хотя бы было это. Игнатий. Так вам церковно-славянский язык хорошо знаком? Александр. Ну как? Читаем, служим. Игнатий. А вот переводы новообрядческие, литургии и прочее вам не приходилось сверять с греческим оригиналом? Александр. Приходилось. Игнатий. И как он у них? Там в основном Евдоким, кажется, занимался переводом. Александр. У меня есть греческий текст литургии. Ну, есть там некоторые места, которые можно было иначе перевести. Игнатий. Игнатий. Ну, в общем, вы согласны с этим переводом? Александр. Я не считаю себя компетентным в этом вопросе. Не думаю по этому вопросу. Игнатий. Ну, а допустим, крещение, венчание вы не сравнивали? Как должно быть? Александр. Нет, я вообще не литургист. Литургикой занимался мало. Игнатий. Ну, а если бы мы к вам пришли, привели человека, нужно покрестить взрослых, вы согласились бы на русском языке покрестить и повенчать на русском языке? Мы сторонники русского языка, поэтому в вашем лице мы видим как раз то, что бы нам хотелось. Александр. Ну, для этого надо, чтобы был уже чин, который бы существовал. Кроме того, тут даже беда не в русском языке, а тут беда в том, что у нас крещение для младенцев, а оно написано для взрослых. Мы же просто ерунду говорим. Мы стоим перед младенцем и говорим о том, что он должен покаяться в своих грехах, ну и так далее. Эта церковь должна создать новый чин. Чинопоследование создана в католичестве. Отдельно для взрослых, отдельно для младенцев. Должно быть новое чинопоследование, но это не моя миссия, Игнатий. Ну, а вот если бы здесь все, здесь вы все-таки приложили свои знания, силу, Александр. Нет, это надо быть литургистом. Это так за здорово живешь не получится. Это надо очень серьезно об этом думать. Очень серьезно, очень серьезно. Игнатий, вот смотрите, сколько приходит людей в православную церковь. Ведь люди думают только то, что они знают. А они только привыкли к звучанию этих слов. И в конце молитвы пристают на Аллилуйя и на Аминь. И вы это ведь тоже не можете не знать. Александр, ну мы стараемся разъяснять. У нас очень многие люди стоят в церкви с молитвенниками. Где текст литургии, где текст и перевод евхаристических молитв. Вот я написал несколько популярных книжек об этом, чтобы люди вошли в курс дела. Игнатий, а не проще было бы, чтобы звучало на русском языке? Если уж католики идут, настолько кажется консервативный народ. Александр, проще, но это должен делать не рядовой священник. А это должно делать все-таки ответственное лицо. Игнатий, стучать должны, наверное, вы. А нас никто и не слышит. Где мы стучим там? Александр, я высказал в своих книжках пожелание, что русский язык нужен. Игнатий, а где вы бываете на приемах или на встречах с архиереями? Если бы написать вам о том, Александр, я очень редко бываю, потому что у меня вообще нет времени бывать на приемах. Я служу и занимаюсь дома, все. У меня, брат Игнатий, писанины много, огород большой, 30 соток. Сам себя кормлю. И в церкви тут хватает дел. Что мне еще, на какие приемы еще ездить, чего я там не видел? Игнатий, я не знаю, как, но вот нам, которые вблизи нас люди, с кем приходилось говорить, мы считаем, что основным тормозом, что нет молодежи, так мало продвижения вперед в православии, это вот славянский язык. Это одно из основных препятствий. Александр, вот и напишите, как мирянин, составьте такой текст, что вот мы предлагаем, напишите на имя патриарха. Игнатий, только что писал. Один раз оттолкнули, но через три дня там у меня взяли. Голос Америки передал, правда, в виде послания. И нынче тоже послал им на шести листах. И даже духовный отец не одобряет. Но я там высказал в конце, что Россия двинется тогда, когда церковь, когда патриарх, выйдет со всенародным покаянием перед народом за все упущения. Может и не следовало это говорить, но... Александр, да нет, почему? Ведь покаяние нам дело всегда полезное. Покаяние – дело полезное. Но только на разных языках вы говорите, дорогой мой, с ними. Понять друг друга вам тяжело. Вот где с языками дело-то обстоит. У них свой язык. Хотя, в общем, каждый из вас по-своему хочет добра церкви. Вы думаете, что они заблуждаются, а они думают, что вы несвоевременно все это предлагаете. Некоторые у нас действительно очень серьезно обосновывают в защиту церковно-славянского языка. Просто, знаете, со страстью и фанатизмом. Многие считают, что это просто было бы посягательством на веру. Вот. Я думаю, что они ошибаются. Но вообще только практика может показать. Один владыка, знакомый мне, у меня в городе взял шестопсалмия. Велел читать по-русски. Игнатий. Это у нас есть тоже. Александр. Значит, читает? Читает. Через неделю владыке письма. Владыка, спасибо. Какого вы нашли хорошего чтеца? Никто не понял, между прочим, что читали по-русски. Что за чудесный чтец? Мы всю жизнь ходим в церковь и бум-бум. Ничего не понимаем. А это так понятно, читал. Вот интересно. Есть епископы, которые к этому стремятся. Не могу сказать, что это большинство. Но, в общем, они есть. Игнатий. Отец Александр, меня интересует лично ваше мнение. Церкви сейчас в пределах разумного нужна какая-нибудь реформация, чтобы оживить то, что у нас есть. Александр. Да, конечно, безусловно. Игнатий. Основные пункты назовите, пожалуйста, Александр. Я только заранее должен предупредить, что я ни к чему не призываю. Ни на чем не настаиваю, потому что это мое личное мнение, которое я не хочу никому навязывать. Может быть, я в чем-то ошибаюсь? Это дело такое. Потом я об этом не думал. И знаете, по какой простой причине. Сейчас условия довольно слабо. Во-первых. А во-вторых, я всю жизнь служил в деревне. 25 лет. И все в деревне. И очень далек я от рычагов, которыми можно было... Это все равно, что какому-то там ефрейтору думать за маршала. Игнатий. Но ведь ефрейтор стал главой государства однажды. Александр. Было, правда, хорошего... Было, правда, хорошего из этого вышло мало. Игнатий. Но помнить долго будут... Александр. Да, но он стремился стать. А я не стремлюсь. Я не стремлюсь. Я не стремился в крупный город, потому что меня это не интересует. То есть лично меня не волнуют эти вопросы. Мне вполне достаточно быть просто приходским священником, и заниматься богословскими науками на досуге. Игнатий. Но вот когда вы стоите в алтаре, смотрите, охота ведь оживить эти мертвые души, что сделали бы вы быть во главе? Александр. Если бы я был во главе, первое, с чего бы я начал, значит, во время литургии царские врата открыты были бы все время. Как только благословенно царство до конца, до отпуста. На всенощные, может быть, можно было закрывать в некоторые моменты. На кофеизмы там и так далее. А на литургии надо быть целиком, чтобы всегда было открыто. Это безусловно. Но у нас злоупотребление с записками, чтение записок, которое превращается в такое вышибание денег. Я понимаю, что церкви нужны деньги на ремонт. Но такими злостными способами мы вышибаем, что часто в Москве, но у нас такого нет. Но в Москве, наверное, по полчаса бы у меня от имена. Причем это обман. Потому что Богу это не нужно, имена перечислять. Это все надо читать на проскомедии. В алтаре эти записки. Молиться за живых, умерших в алтаре. А тут не только имена, да еще устраивается со святыми упокой. Во время литургии есть такой момент, он неправильный. Это с точки зрения чина. Чина последования о бедне. Нельзя ее предавать такими вещами. Если бы это произошло, уже многое бы начало изменяться. Кроме того, необходимо во всех крамах, в больших городах особенно, ввести микрофоны. Потому что проповедь, произносимая, скажем, в большом соборе, не слышна. Выходит батюшка, может, что-то идельное говорит. Но ведь это как раздевает только рот, не слышно, что поет. Игнатий. Я как раз вопрос хотел задать, Александр. Совершенно невозможно, Господи, что касается русского языка, конечно. Это сразу ломка такая не нужна, чтобы сразу вводить русский язык. А что надо было бы сделать? Создать комиссию, в которой входили бы не только литургисты и богословы, которых у нас маловато признаться, но и люди верующие, истинно верующие, которые хорошо понимали бы красоту слова литургического. И произнести полную ревизию всего богослужебного текста. Начиная с литургии, кончая всеми службами. Это работа на 50 лет. Ну, конечно, литургия. Какую ревизию? Значит, некоторые места можно было действительно поставить по-русски. Например, в чтении Священного Писания. Некоторых псалмов. Там шестопсалмия действительно можно. А все остальное надо не переводить на русский, а, по-видимому, надо русифицировать. То есть изъять все выражения, которые совсем иное означают у нас. Скажем, в Евангелии от Луки мы читаем почему. Еста, дряхла? Да, да они не дряхла, еста, а печальны. Почему вы печальны? Там стоит дряхла. Это старое слово. Оно сейчас имеет другое значение. Всегда говорим «матерным» в кавычках вместо «материнским». Надо всюду заменить «материнским». А у нас церковнославянский текст всюду «матерным» в кавычках стоит. И многое другое. То есть русифицировать, сильно приблизить текст к пониманию людей молящихся. Ну и этого, вот этих простейших вещей, не говоря там, что надо повысить уровень проповеди, это хватило бы надолго при наших силенках слабеньких. Надолго бы хватило. Игнатий, с торговлей покончить в один день? Александр, ну это ясно, что здесь получается обратная такая связь. Значит, нужные деньги начинаются увеличением каких-то излишеств в церкви. Упростить надо все. Упростить. Не нужно иногда это безумное количество позолоты. Зачем это нужно? Ну зачем? Это некрасиво. Во-первых, я не могу понять, этот вкус мерзкий. Это некрасиво. У нас есть резоположенная церковь. Там меня рукополагали в диаконы. Там весь иконостас вызолочен. Как самовар, смотреть невозможно. Ну я понимаю, что это 17 век, и там был тогда дурной вкус. Но у нас это всюду. Игнатий, что же теперь смотреть, когда начинают каждый день новые митры надевать, если наградили? И рейзы, которые глаза ослепят, заменяют раза два во время службы. Это не тот же ли вкус, Александр? Это то же самое. Облачения должны быть все холщовые, шерстяные, из такой обыкновенной шерсти, простые. Кстати, шерстяные это тоже было принято в церкви как символ. Тонкая шерсть, белая или черная. И все. И вышитые там крестики. Но ведь мы играем в игрушки. Выходит какой-нибудь архимандрит. Он похож на елку. Или уж архиерей на елку украшенную. Кругом бижутерия, весь блистает. И это все смешно, признаться. Игнатий. Ну а сам он разве не понимает этого? Александр. Нет, некоторые даже коллекционируют все это. У них митры, как арбузов, осенью стоят. Потому еще сто лет назад Толстой писал, что когда мне говорят о православной церкви, я представляю себе сразу каких-то странных людей в черных длинных шелковых одеждах с бриллиантовыми украшениями, с длинными волосами, запущенными бородами и обвешанными всякими погремушками. Я не точно, а примерно. Упрек справедлив. Это осталось. Прошло сто лет и все тоже. Простота облачений, простота сосудов. Тем больше современное искусство требует простоты. Это даже, так сказать, с точки зрения красоты. Сейчас же все это, вот эта вся в барокко пышность. Конечно, у нас храмов мало, спасибо, какие есть. Но все-таки, если бы священники исходили из этого, они, пожалуй, что-то такое могли делать. Игнатий, вы не можете подсказать примерные пути начала? Лично я думаю, это совершенное отступление от первохристианской простоты. Вот поставили обыкновенный парень. С тобой же он гулял, ходил, я его знаю. Он у меня в доме обратился. Здесь он только услышал слово о Христе. Но вот какие-то связи родственные появляются. Делается он священником, и уже не знаешь, с какой стороны к нему подойти. То ли он сам забыл, кто он есть, хоть бы лапти свои снял, чтобы время от времени на них смотреть. Александр, а что, возгордился? Игнатий, да это сплошь такое, вот в чем дело. Александр, это глупости, это глупости. Салтыков щедрин говорил, нет глупости горше, нежели глупости. Глупый человек, который, как говорится, из грязи да в князи. Его хоть кем поставь, он будет гордиться. Участковым, завмагом или батюшкой. Он будет ходить гоголем. Это все от глупости. Настоящий умный человек. Я помню, беседовал с одним митрополитом. Действительно, человек высокой культуры. Он не только что, он мне пальто подал. Хотя я, конечно, сказал, что вы, да что вы. Вы не думайте, вот я вам подал. Вот простота. А ведь он митрополит был в годах. Вот разница. А какой-нибудь там ноль без палочки был, а к нему алтарник подойдет, на улице насмех поднимет. Ну, это ж человеческое. Игнатий, ну а почему же, в общем, если взять, я не знаю, какую цифру ставить, но думаю, под 98% священники в полном смысле боятся народа, чтобы прийти. Ничего не надо ему. Батюшка, как человек, приди безмолвно. Со мной пообедай и все, что имею, отдам. Мое отныне это твое, батюшка. Но никакими судьбами, даже идти-то рядом, не могу заманить его на один завтрак. Александр, надо сказать, что у нас в Москве священники охотно общаются с прихожанами. По крайней мере, всех, кого я знаю. Пожалуй, они проводят у прихожан больше времени, чем в своей семье. Больше это уж точно, Игнатий. Но это диво, конечно. Александр, почему диво? Это норма. Я вот сейчас именно говорю. Они только и ходят. Я вот меньше хожу, потому что я далеко живу. Игнатий, вот я надеюсь, допустим, за 10 лет, в одном только городе, живя невыездно, зная всех священников, приглашая всех непрестанно, через всех, кто у меня есть знакомых. Александр, а может, они вас боятся, зная, что вы такой с подковыркой, что вы их сейчас обличите, уличите, и у них кусок поперек горла встанет? Игнатий, может быть. Александр, вот тут и оно. Надо выяснить, может. Они в другое место ходят, где им просто дадут выпить и закусить, и не обличат. Игнатий, это и есть. Александр, вот. А вы скажите заранее. Батюшка, приходи, обличать не буду. А это выставлю, все будет хорошо. Игнатий, водку выставить не могу уже. Александр, во, ну а что вы хотите-то? Как говорят докторы, зачем мне общество трезвости? Вместе собраться, так выпить. А если собраться и не пить, так чего же? Игнатий, вот мы все верим, что будет суд Божий. Александр, он и есть, он и продолжается. Он начался в жизни. Игнатий, у нас это в Церкви Божией написано, как так говорится, то будет и награда. Написано, у Бога обителей много. И батюшки должны же в это верить, что будет награда. Как апостола ожидали. Апостол Павел говорит, а теперь готовится мне венец правды, который уготовал Бог всем любящим его. То вот эти ваши награды, которые застили весь духовный горизонт, что они из себя представляют сейчас? Эти награды, которые придумали. Вот воображаемый духовный меч. Ему дадут там в виде подружника. Вот еще что-то шапку заменят, боком ее повернут. Александр, знаете, дорогой мой, я, конечно, принимал все эти награды из рук владыки, как знак. Он не сказал, что не надо. Он иначе не может выразить, так сказать, к нам свое отношение, свое одобрение. Но по существу-то мне известно происхождение этих предметов. Мы знаем, что набедренник это... Ну, как мы знаем, церковь вначале была в жарких странах, на берегах Средиземного моря. Тогда было много народа. Было очень жарко, и надо было выносить такое полотенце. И полотенце вытирали пот. Вот. Вот это был набедренник Игнатий. Только и всего. А сейчас из-за него умирают, лишь бы получить Александр. Да и не следует. И из-за чего умирать-то? И разные другие вещи там. Они имели происхождение довольно обычное. А палец это вообще был императорский знак. Посмотрите на мозаики императора Юстиниана 6 века. Он там стоит в палец, а священник стоит. Епископ рядом с ним глава византийской церкви. Бритый, коротко стриженный и Филони. Филони? Ниф. Сакоси. Филони. Обычный священнический филонь без креста. Только с амафором. Игнатий. Может, это дьяконская? А Александр? Нет, это глава церкви. Игнатий. Я слышал, что для того, чтобы можно было войти царю в алтарь, его посвящали в диаконы. Игнатий. Александр. Нет, нет, это епископы и патриархи носили обыкновенные филони во время службы. Священнические филони. Причем без горба вот этого. А филонь, которую вот сейчас носят католики, она просто не спадает на плечи вот так ему. Игнатий. А что сегодня эти награды означают, вот эти кресты? Александр. Это я бы все убрал, честно говорю. Игнатий. Слава Богу. Александр. Убрал бы. Ну, словом, как будто я... Да, пожалуйста, пусть дают. Конечно, это все непристойно, но что делать? Особенно, знаете, когда у нас бывают соборные служения, вместе служим. Это мне всегда напоминает о том, как апостолы делили место, кто там первый. У нас это в хиротонии. Значит, у кого там крест с украшением, кто первый рукоположен, кто после. И вот такая там начинается возня, становится взад-вперед. Ну, в общем-то, это все пустяки. Я так не обращаю на это внимание, но это не очень приятно. Игнатий. Но мне кажется, все это дань бездуховности. Так называю, чтобы как-то эту изъяющую пустоту закрыть. Как профессор Марцинковский говорит. Александр. Да, да. Значит, мораль, что каждый верующий человек православный, он должен жить духом истины. А уж эти вещи, пусть там попоны, все это навешивают, все это. Правда, мы не можем изменить это пока. Будем укреплять свой дух. Потому что мы-то без митр и без всего. Мы должны блистать одеждами духа и правды. Вот с нас это спросится. Игнатий. Теперь о богослужебной литературе. Хотя вы и сказали, что вы не литургик, не канонист, но все-таки вы каждый день общаетесь с этим. Вот это множество книг, которые перекидывают из рук в руки каждый день. Их можно десятки перебрать. Как у старообрядцев, только за щелки хлопают. То не специально ли все это запутали из-за того, что отвергли Слово Божие? В какой простоте шли апостолы? Александр. Это как раз связано с тем, что Спаситель говорил. Что язычники, когда они молятся, много думают, что будут услышаны глаголами. Но поскольку мы больше всех сами язычники, мы к этому и вернулись. Игнатий. Ну так в одну бы книгу и вписали, а тут 10 книг. Запутаешься? Только доступ определенной элите, посвященных общий порядок. А Александр. Это монахи все придумали. Дай Бог им здоровья и Царства Небесного. Это монахи, у них было много времени. Знаете, они там чего только не напридумывали. И поэтому для того, чтобы составить богослужение, надо быть таким талмудистом семи педей во лбу. Что тут простой Клирашанин не сообразит. Хотя на самом деле все это впустую. Потому что они все равно ничего не понимают. Игнатий. Вот в этом-то и вся соль. Александр. А в текстах есть много прекрасного, но много и пустого, в общем-то. Игнатий. Я хотел дальше спросить. Мне понятно, что в период, когда церкви нужно было выстоять, устоять среди всех ересей, а особенно триединства Божия, и о том, что Иисус Христос имеет две воли и два естества, эти песнопения и ирмосы нужны были. Но сегодня, когда они бесконечно повторяются, никого не утверждая, мы иного Бога не знаем, мы не верим, потому что нам непонятна тогдашняя борьба. Не лучше ли было ввести новые ирмосы, утверждающие нас на данном этапе жизни? Александр. Конечно, так и поступали в Древней Церкви. Все, что мы имеем, это было новым когда-то. Ведь апостольская служба что? Ну, они читали врезки молитвы и псалмы, потом прибавили две-три своих молитвы, литургия в основе была и все, а все остальное было новшеством. И с каждым веком этих новшеств прибавлялось. Самих литургий было не меньше 15-20 форм. Одновременно в разных церквах. Каждый город имел свою обедню, совершенно отличную, непохожую. Но вся суть та же. Конечно, была, но текст был совсем другой. Недавно открыта литургия Ипполита Римского 3 века. Она отличается от латинской мессы, которая уже тогда была. Были тогда и другие обедни всякие. На этот счет есть литература, тексты. Игнатий. Я опять повторяю, что это многократное повторение, утверждение нашей веры в три единого Бога, тогда явно необходимо было среди ересей арианства. Но сегодня, когда в другого Бога-то мы не верим, к чему вот это тысячекратное повторение? Александр. Ну, это надо просто писать заново. Все. Ну, кто это будет писать? Игнатий. Ну, пусть оно меньше будет, хотя бы в десять раз меньше. А в десять раз было бы больше жизни сегодня. Александр. Сократишь, а потом скажут тебе ревнители веры. Ну, что же батюшка все время сокращает? Это же о благочестии. Притом они скажут. Потому что у них представление какое. Значит, для того, чтобы вызвать Бога, нужно сказать определенное количество слов. Если помните, в детстве мы все читали сказку про Али-Бабу и 40 разбойников. Там словечко было такое. Сезам, откройся. И эта пещера открывалась. А без этого нельзя было. Так вот, значит, буддисты считают, что целый ряд молитв надо произнести для того, чтобы пришло просветление. Но поскольку они неграмотные и произнести их не могут, они завели такие мельнички. Около каждого храма у погод стоят такие мельнички. На них написаны молитвы на барабанчиках. И к ним подходишь и крутишь его просто молча. Молитва сама собой, значит, там действует. Так вот, когда человек нынешний смотрит, человек набожный на наше богослужение, он на меня смотрит, как на молитвенную мельницу. Надо прокрутить все, и чем больше ты прокрутишь, тем скорее Бог тебя услышит. Это языческое представление, ничего не скажешь, Игнатий. А нельзя ли литургию разделить, допустим, на две части? Основная часть пусть сохраняется, какая есть. Даже это шестопсалмия, пусть один бы псалом, но ясно, четко, доходчиво, и может с малым толкованием дать. Почему действительно, как будто в молотилку напирают сноб на сноб, и Мекина не успевает отлетать? Александр Минь. И не идти, зная, что нельзя, и прихожу на муку и страдания. Александр. Терпеть надо, терпеть. Терпеть, потому что раз изменить не можем, давайте займемся тем, что мы можем изменить. Есть такая молитва. Научи меня, Господи, отделять то, что от меня зависит, а от того, что не зависит. Отделять и действовать. Игнатий. Игнатий. А вот если бы вы на месте, давеча вскользь сказали о радификации собора. Если бы вы здесь с настоятелем поговорили, он согласился, то вышестоящие могут вам запретить. То это из-за того, что жаловаться будут прихожане, или может быть все-таки где-то поэкспериментировать? Прихожане не будут жаловаться, Игнатий. Но может где-то поэкспериментировать? Александр. Ну были бы, были. Ну были, были опыты. Баптисты у себя ввели, Игнатий. У мусульман. Мы заходили, то же самое. Александр. Да, ввели. Так что, в общем, это от инертности, от косности. А может кто-нибудь бы начал так в Москве. Конечно, в деревнях-то тут нужды нет. Игнатий. А московские батюшки говорят, здесь на глазах хорошо бы в деревнях начали. Александр. А в деревнях нет нужды. Игнатий. А сам пример. Александр. Ну нет, это было бы просто смешно, если бы я ввел микрофон. Когда я выхожу, я вижу всех у нас маленький храм. В Тарасихе я служу, там храм большой. Но там такая акустика, что она лучше всякого микрофона. Просто замечательная акустика. Игнатий. Как понимается сейчас, в настоящее время, не должен быть двоеженец? Вот то место апостола Павла, когда он говорит, что должен быть муж одной жены. Как понимаете то, что у него сразу две жены? Говорит для язычников или вообще? Если он был женатый, а потом женился, то это уже двоеженец? Александр. Александр. Все-таки, наверное, последнее. Игнатий. Все-таки должен быть единожды? Александр. Да. Игнатий. А почему сейчас строгости такой нету? Как раньше было? Что если он познавал женщину до урока положения, то... А почему мужчина себя, как и женщина, свое девство? То его не ставили священники? Александр. Так там не про девство говорится. Человек тут иногда приходит рукополагаться, а у него три печати о браке в паспорте. А тут речь ведете о девстве? Тут с браками-то разобраться архиереи никак не могут. Людей не хватает. Рукополагать надо. Игнатий. Только поэтому, Александр, есть и епископ, который смотрит на это дело строже. Есть, который более... Значит, Болгарии так решили. Разрешить рукополагать двоебрачных до Вселенского собора. Игнатий. Какого именно? Что они имеют в виду? Вселенский православный или... Александр. Да, православный. Ну, по-нашему, когда рак на горе свистнет, тогда разберемся в бесконечности. Игнатий. Я снова возвращусь к этим книгам. К минеям, католикам. Лично вы как смотрите? Что их нужно в таком порядке переводить? Или там что-то русифицировать? Или все пересмотреть и сделать упрощение? Понятности и кое-что оставить совсем как ненужное? Александр. Знаете, я особо не думаю в этом направлении. Игнатий. А вы не устали от этого, что вот перекидываете книги с места на место? Да, они все путаются. Александр. Ну, у нас достаточно хорошие, не очень путаются. Но, в общем-то, я бы предпочел, конечно, чтобы была новая структура. Предпочел бы. Но я этого сделать не могу, даже если бы мне предложили. Я бы не взялся. Это слишком. Игнатий. А как смотрите на то, что алтарь обновленцы на середину вынесли? Открытый был. Александр. Не в смысле, что царские врата будут открыты. Тогда и алтарь открыт. Зачем выносить его на середину? Это не обновленское. Католики вынесли теперь. Обновленцы – это дело прошлое, а католики сейчас вынесли. Ну, догматически это правильно, конечно. Алтарь должен стоять среди народа и люди вокруг алтаря. А то, что закрываются царские врата во время литургии – это догматическое нарушение. Игнатий. Как смотрите лично вы на акафисты, когда вы уставшие и вам заказывают заказные молебны? Она заказала, а сама может где-то на базаре. А батюшка стоит в это время языком заплетающимся. Радуйся, радуйся, Александр. Я считаю, что это мое испытание, мое терпение. Испытание, терпение. Игнатий. Отец Дмитрий Дудко говорит, быть даже средним священником – это геройство сегодня. Александр. Да, в этом смысле да, это очень тяжело. Причем акафисты-то у нас, к сожалению, на 80% плохо составлены. И такое читаешь там неудовлетворительно. Игнатий. А сами вы лично думаете, эти акафисты нужны или нет? Это постоянное повторение радуся. Когда мы знаем, что без нашего радуся уже давно все радуется и все уже есть. А если бы в это время о Боге сказать, людей привлечь к тому, что есть самое главное и важное. Сегодня один радуся, завтра другой. И все везде радуся, радуся. А никто ничего не знает. Александр. Вот это самое восклицание радуся в старину – это было такое приветствие просто. Это было приветствие. А вы, Мария, приветствуем тебя. Ну, какое-то обращение такое. Это все переводилось с греческого. Потом у нас начали писать и довольно лихо писать. Есть акафист хороший, из новых. Акафист об умерших. Замечательно написано уже после революции. Игнатий. А на русском языке акафист Пресвятой Троицы читали? Как возвышенным таким тоном на русском языке? Прославляет за горы, за все. За все в природе с Богом. Александр Мень. Нет, нет, есть слово, слава Богу, за все. Есть такое акафист. Игнатий. Из-за промыслительной встречи с людьми, из-за наития духа на художников, на поэтов и писателей. За все. А Александр. Это хорошо, Игнатий. Там такая возвышенная тонкая душа. Его без слез нельзя читать. Мы его дома читаем. Александр. Хорошую вещь можно. Значит, найдется человек, который напишет. У нас народу много в церкви. Миллионы людей. А творящих мало. Более того, врагов для творчества очень много. Начни что-нибудь там. Все скажут. Это не православный. Что ты? Что это у тебя такое? И все. Накрылся. Игнатий. Вы на некоторые политические вопросы сможете ответить? Александр. Ну, без этой штуки. Указал на микрофон. Игнатий. Нет. Простой вопрос. В Москве выходим. Есть там знак. Как спортивное общество «Спартак». Я пытался спрашивать на вокзале. Все стены исчерканы. И говорят, это какая-то неофашистская организация. Кого-то уже забирали здесь. Про это не слышали? Александр. Вы знаете, молодежь всегда бродит. Вот если бы мы давали им больше духовной пищи, то не было бы этих брожений. А поскольку духовная пища до них не доходит настоящая, вот они и ударяются в разную ерунду такого рода, это не первый и не последний раз. От спорта, понимаешь, они приходят к разным идеям дурацким. Это все есть, к сожалению, Игнатий. Ну а вот о масонстве лично в настоящее время, как вы думаете, есть чуть-чуть коснуться протоколов? Что это, надуманное или действительно выкрадено Нилусом, Александр? Здесь ничего не выкрадено, это давно все доказано. Еще в 20-м году нашли книгу, с которой эти протоколы были содраны. Эта книга была написана во Франции адвокатом Моррисом Жоли против Наполеона III. И в 20-м году в библиотеке одного эмигранта-офицера царской охранки нашли случайно эту книгу. Она была конфискована Наполеоном III, поэтому остались считанные экземпляры. И люди, которые нашли, сразу заметили, что там слово в слово с протоколов. И в общем оказалось, что она наполовину оттуда списана. Это все было специально придумано. Это к масонам не имеет никакого отношения, к евреям тем более. Это все фальшиво. Что касается масонов и сионистов-евреев, то тут большое противостояние. Потому что евреи хотели создавать национальное движение. Это было одно. У масонов была другая цель, противоположная. Ликвидировать все национальные особенности. Создать единую религию, такую неопределенную. Бог, душа, бессмертие. Создать единое государство. Вот на основе такого гуманизма туманного. Разрушить расовые, религиозные и кастовые предрассудки. Почему масонство играло роль большую? Потому что оно создало себя в 17 веке, как некую противоположность церкви. Возникло это движение как антипод церкви, потому что в 17-18 веке церковь на Западе была потрясена в своих основаниях. Ее авторитет стал падать. И вот люди, которые исповедали деизм, веру, так сказать, в Бога, люди склонные к скептицизму и даже материализму, стали образовывать такие группы, между собой тесно связанные. Человек, приезжающий в любой город, сразу мог у собрата найти пристанище, деньги, помощь. И вот эта общность людей, символика, все это очень прочно воздействовало. Очень прочно. И заметьте, если вы помните, в войне и мире почему Пьер Безухов пошел в масоны? Почему Пушкин стал масоном? Почему огромное количество людей, русских и христиан даже, такие, как был Новиков, издатель, как архитектор Баженов? Почему официальная церковность их не удовлетворяла? Для того, чтобы понять эту психологию, надо почитать хотя бы роман писемского «Масоны». Очень достоверный. Верующие люди, они хотели какого-то братства нового. Как мы сейчас. И они находили это под крышей масонов. А было масонство атеистическое, резко антицерковное, которое выступало просто как серьезный враг церкви в конце прошлого века. Одним из главных масонов был Лео Таксиль, написавший забавное Евангелие. Но это совершенно особое, так сказать, дело. Это международный тайный клуб. Я пытался, читая много литературы масонской, найти там тайну. Некоторые из них, конечно, оккультисты, некоторые исповедуют тайные доктрины, некоторые просто позитивисты. История масонства изложена во многих книгах. Ничего там такого таинственного нет. Масонство было ликвидировано во всех государствах, где правила одна партия. Гитлер их истребил полностью. У нас, ну, в общем, всюду. Игнатий. Гитлер полностью. А сам был член масонской ложи. А Александр. Нет, Гитлер не был членом масонской ложи. Игнатий. Но такое в комсомольской правде написано. Александр. С чего написано? Основа политики была построена на антимасонской борьбе. Это было, так сказать, на этом все было построено. Официально в государстве была запрещена масонская ложа. Игнатий. А книгу 1 августа 1914 года. Яковлева вы читали? Александр. Да. Игнатий. Так Милюков на 333 странице пишет, что... Александр. Нет, нет. Милюков действительно сам принадлежал к масонской группе. Игнатий. Так он говорит, что многие думают, что были бестолковые люди во временном правительстве. Ничего подобного. Мне, говорит, на склоне лет открылось, что там крепкий монолит был, состоящий из масонов. Керенского, Коновалова, Терещенко, Некрасова. Александр. Не знаю насчет Терещенко и Некрасова. Я знаю, что Керенский был масоном. Либералом, масоном. Но насчет крепкого монолита даже смешно говорить. Хорош монолит, который сразу сбежал при первой же опасности. И разбежались. Игнатий. Еще одна тайна. Каким путем это было передано? И что здесь поэтапно рассматривается? Александр. Тут никакой тайны нет. Дело в том, что масонство – это слово, которое покрывает очень разнообразные политические и культурные группировки. А на самом деле, если говорить о масонах, скажем, в декабристском движении это были единицы. В февральской революции их было больше. Но они тоже все потерпели поражение. Они не удержали власть даже года. То есть, они оказались очень слабыми. И сразу все потом было. Игнатий. Но выявлено, назначено было роль выполнить. Только в течение года продержаться. Другая рука им предсказала, сколько быть. Александр. Да ну, это слишком. Игнатий. А вот сейчас вышел 10 номер 1981 года «Человек и закон». Там тайны масонов, как за ширмой мистицизма. И нарисованы каменщики, написаны масоны и строительство третьего храма Соломона. Раньше писали «Пропаганда-2», а сейчас «Пропаганда-сионизм-2». «П-2», Александр. Дело в том, что это все было в 1905 году придумано в царской охранке. Для того, чтобы дискредитировать революционные движения различные, их приписывали евреям и масонам. Игнатий. Но сегодня зачем приписывать советской печати им, а? Александр. Вот действительно для чего бы. Причины всегда похожи и следствия похожи. Игнатий. Вы считаете, что о масонах пущен миф, чтобы на кого-то свалить вину? Александр. Масоны на самом деле в современной цивилизации это очень разнообразное движение. В Америке в основном. А их сейчас 5 миллионов в мире. 4 миллиона в Америке. «Америка – страна совсем не похожа на то, что многие считают масонством. Америка есть Америка, процветающая страна. Всегда же говорили, что масоны в России воцарились. А на самом деле все масоны в Америке живут по-другому, по капиталистическому способу. Игнатий. Как вам представляются воцарение Антихриста и предыдущие перед ним события в мире? Лично ваше мнение, согласно Писанию, конечно. Какие должны произойти последующие события, чтобы он воцарился? И как он воцарится? Или это будет не так, как Ефрем Сирин говорит, что отдельная личность ставит печать и прочее?» Александр Мень. Я особенно не могу себе представить точно этой картины, но все то, что я читал, меня не удовлетворило. Я только знаю одно, что по мере действия Духа Божия, в истории он все более и более себя проявляет через людей, через пророков, через апостолов, наконец. Он воплотился в самом Господе. И дальше он действует через святых, через церковь, через все положительное. Положительный полюс растет. Я уверен, что сегодня церковь стоит на большой высоте, несмотря на все наши безобразия. Сегодня героями церкви являются такие люди, как мать Мария, погибшая в концлагере за людей, мать Терезы в Калькутте, которая собирает несчастных. «Игнатий, она жива или нет?» Александр. «Да, получила Нобелевскую премию». «Сколько же ей лет?» Александр. «К 70, около 70». Теперь Максимилиан Кольби, который создал первое радио и радиоцерковные центры, и погиб тоже в лагере, как известно за другого человека. «Мы таких не знаем. История христианства в прошлом не знает таких святых. Игнатий. А как же Игнатий Богоносец?» Александр. «Игнатий Богоносец был арестован как епископ, не отказался от веры и пошел. А вот чтобы человек за брата своего умер, чтобы человек вот так заботился о брате, как делал до смерти самой». Игнатий. «Ну как же, Златоуст ради этого и пошел за ближнего своего, и апостол Павел, и Петр. А могли бы вернуться?» Александр. «Отвечаю. Златоуста зато и свергли с престола, потому что он был не в ту степь, не нравился этим людям. Такие люди, как Златоуст, были редчайшим исключением. Редчайшим. И более того, я просто даже не знаю. Это высокий взлет сейчас. Высокий взлет. История церкви сейчас дала больше мучеников, чем их было от Нерона до Диоклетиана. Причем во всех странах мира. Не думайте, что только у нас. Во всех странах мира. Знаете, что в Мексике в 20-е годы повально расстреливали всех священников? Что до сих пор там конституция действует такая, что человек верующий не имеет права быть избранным. Даже в местные какие-нибудь советы несчастны. Игнатий. Как и у нас, священник никогда не будет избран в местные советы. Александр. Но мы имеем право быть избранными. Я, если бы очень хотел, мог бы добиваться. И, так сказать, юридически никто бы на это не мог возразить. А там нет. Игнатий. Да разница-то. И тот, и другой остались на месте. Это юридически здесь больше помельтешило перед глазами. А там знает, что ничего нет и сидит на месте. Александр. Ну, в общем, церковь там сильно все, сильно была истреблена физически и устояла. Албании тоже вообще истребили церковь. Растет вот это царство Божие. Оно растет. Но и царство Сатаны, град человеческий, тоже растет. Оба полюса растут, и где-то они должны. Они все время сталкиваются, все время идет борьба. И последняя борьба будет очень великая. Посмотрим. Доживем хорошо. Нет, будем с того света глядеть. Вот, Игнатий, вот сказали с того света, вы меня сбиваете с моих вопросов. Сразу за вами след хочется идти. Вы верите написанному в Феодорином мытарстве, что душа именно идет вот по таким мытарствам, вот столько-то дней идет? Александр. Нет, я думаю, что душа проходит очень долгий путь. Гораздо более сложный, чем там описано. Игнатий. А как профессор Реймонд Моуди младший? Жизнь после жизни. Александр. Ну, он описывает только первый момент после умирания. Так что там всей этой эпопеи нет. Я до этой книги с людьми разговаривал. Даже записывал такие случаи. Они все очень похожи. Но это первый момент, когда человеку дается освобождение. Он, даже дурной человек, чувствует себя как... Потом, конечно, есть путь очищения. Есть мытарства, как таковые. Есть то, что католики называют чистилищем. Безусловно, не может же нечисто войти в свет. Но там все в книжке про Феодору так грубо. Материалистически выражено. Там бесы охотятся. Ну, слишком. Караулят. В общем, это как-то неубедительно. Игнатий. Ну, тогда еще лично к вам разошла речь о мертвых... О мертвых. Вот читайте эти записки, которые вам подают. Знать не знаете человека. Задавился, упился или вообще дня не ходил в церковь. А вы обещаете Царство Небесное. Это не есть ли обман, Александр? Мы не обещаем. Мы молимся о том, чтобы Господь их принял. Игнатий. Ну, а как принять, если написано? Неверующий в Сына Божия не имеет жизни вечной. Но гнев Божий пребывает на нем. Уже пребывает. Александр. Что вы можете изменить, Александр? Можно, можно. Милосердие Божие больше Божьего гнева. Игнатий. Но оно не больше Слово Божие, которое он сказал. Милосердие в сторону искажения нашего желания. Оно не может быть. Александр. Но мы всегда верим в милосердие, в конце концов. Игнатий. Но милосердие в том и заключается, чтобы восторжествовала справедливость у Бога. Александр. У Бога нет справедливости, у Него только милосердие. Если бы было по справедливости, Он бы нас всех сейчас фуганул и все. Игнатий. Нет, после смерти. Когда? Александр Минь. И в этой жизни мы никуда не годимся. Вообще мы никуда не годимся. По справедливости мы все нули. Говорим. Господи, помилуй. Не воздай мне, Господи, а помилуй. Как уже осужденный, который просит помилования. Игнатий. Златоуст говорит. За гробом нет покаяния. А без покаяния нет прощения. Человек ни одного дня не исповедал Христа. А вот открылись широкие врата всем в Царство Небесное. А Христос говорит. Узкие врата немногие находят. Сам человек не искал. Так что родные за него будут находить? Александр. Ну, может быть, Бог найдет что-нибудь? Спасение ведь вещь широкая. Широкая. Игнатий. Вы думаете, что в этом вопросе вы делаете все чисто и без обмана? Александр. За самого последнего негодяя буду молиться, чтобы Бог его простил. И как-то его... Игнатий. А крак за живых Господь еще сказал. Не молись и не взывай, ибо я не услышу тебя. Иеремия 7,16. Александр. Был такой момент бесполезный. Бесполезный. Это означало, что уже все. Но это редкий случай. Кому уж Бог действительно скажет. Игнатий. И вот мы в Библии читаем. Такие маловажные детали указываются даже в Новом Завете. Казалось бы, они совсем ни к чему. Но стоят. Важно. На чем построено целое учение, как молитва за умерших. Я имею в виду за умерших безбожников. За верующих и я молюсь. Так почему об этом не сказано даже полстрочки? А мы отдаем половину своего служения и заботы только о мертвых. Почему в Слове Божьем нет ни единого намека, что есть за гробом покаяния и возможность спастись, изменить участь? Александр. Только в неканонических книгах, в книгах маковейских есть. Игнатий. Да и то только намек. Не говорится, что им лучше. Имели доброе намерение, хорошо сделали. 2 Маковейская, 12.43. Только и всего. Александр. Ну, так сказать, что он молился, то есть была молитва за упокой. Игнатий. То есть и всего. Но не говорит, что результат молитвы тот, который ожидали. Александр. Вопрос догматический, но я все-таки верю, что молитва за умерших имеет значение. Игнатий. Я не за умерших сказал, а за безбожников умерших. За неверующих. Александр. Знаете, иногда кажется, что человек совершенно лишен веры. А я не верю. Не верю в это. Я не верю, что был такой выродок, который был бы совсем не верующий. Игнатий. Есть. Достоевский говорит. Есть тот, который и в аду проклинает Бога. Чтобы Бог уничтожил сам себя. Александр. Мне такие не попадались. Все атеисты, которых я знаю. Игнатий. Приносят мертвых, конечно, и вам ничего не скажут. Александр. Нет, ну, которых я знаю живых огромное количество. В глубине души у каждого есть Бог. Игнатий. Я знаете, сказал однажды батюшкам такое. Вот вы его проталкиваете в рай. А он мой сосед был. Он тиранил не дом, а улицу. А вы его отпеваете? Самое большое наказание вам, если бы его воскресили и вас вместе с ним поселить, чтобы вы неделю пожили. Вы тогда бы заказные молебны Богу молили, чтобы Бог не принимал их так туда, Александр Минь. Нет, тут только одно. Здесь, по-видимому, два чина отпевания должно быть. Я это когда-то предлагал, но, конечно, чин отпевания для членов церкви? Человек, о котором мы знаем, что он был грешник, но человек благочестивый, который стремился к Богу и для того, кто приходит к церкви. Конец записи на пленке. Не только ближним, но и дальним, что значит ставший амулетом крест. В таинственном совете прежде век решалась участь падшего Адама. Покинул Бога и от слез ослеп. Грехом запачканного не отмоешь в бане. И вот свершилось. Божий сын пришел. Вернуть испорченное к самому началу. Рай опустел и полнился шоу. Когда усопший навсегда причалил. Ночью стекала, начиналась эра, исхода душ из дьявольского рабства. Еще никто, как в Бога, не поверил. По человечеству еще он не был разбит. Что чувствовала грешная земля, когда по ней стопы Христа ступали? Лишь после воскресения продлят тысячелетия в его святых сандалиях. Все Бог, все Он. В намеченном сбылось. Голгофы путь ему загородили. Распни его! Здесь надрывалась злость. Сойди с креста! Кривились рты в бессилье. Свершилось. Кровь с Голгофы потекла. По алтарям причастием зовется. Война в Израиле есть божия метла. И Холокост кует в достатке гвозди. Все Бог, все Он. Пределом искупления дел обращения Израиля к Христу. Когда придет Антихрист, в Машах мошенник. В дверь вечности последний будет стук. 28 февраля 2007 год. Игнатий Лапкин.